Белорусская транспортная неделя Уже здесь наблюдается ажиотаж Людей очень много И нам посчастливилось застать на стенде Skyway Основателя технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого Добрый день, Анатолий Эдуардович Добрый день, не лукавьте Вы не застали, вы знали, что я здесь И я на открытии выставки должен был присутствовать Я действительно не был уверен, что вы здесь будете Потому что в Берлине вас не было У вас есть более важные дела Которыми вы заняты в основном в экотехнопарке Что все-таки заставило вас Почтить своим вниманием Белорусскую выставку, в отличие от немецкой Не надо таких громких слов Германия далеко И туда надо было ехать на неделю Вообще-то на выставке должны присутствовать Не руководители предприятия, а стендисты Они должны рассказывать, показывать Об экспонатах И у нас сейчас серьезная работа идет Идет стройка И самый ответственный этап Это монтаж путевой структуры Для двух трасс И поэтому, естественно, я занят Ну, можно сказать, круглые сутки На этой работе Ну, а в Нинске мы находимся рядом Поэтому не заехать И не видеть наше детище Мое детище Ну, я не мог Тем более, что сегодня будут члены правительства Я хочу тоже им рассказать о проекте Расскажите, пожалуйста Что мы представляем на выставке Ну, две машины Причем полноценные Это промышленные образцы Они некие макеты Из фанеры, как наши недоброзватели говорят Это машины, которые полностью укомплектованы И здесь есть ходовая часть Есть рама, есть салон Есть автоматизированная система управления Есть стыковочные узлы Есть даже, вот тут кусочек Покажем, в путевой структуре В масштабе один к одному И можно посмотреть Какой будет путевая структура Она очень будет компактна Это городской юнибус Он 14-местный На самом деле Он 25-местный Если взять нормативы Общественного транспорта Российского или Белорусского Где метро, например, 8 человек на квадратный метр Поэтому, если из этих нормативов сходить Где 25 человек должно перевозиться А мы взяли нормативы организации обидных наций Где 3 человека на квадратный метр Поэтому мы 14-местный То есть мы будем сфиксировать нашу технологию По самым жестким мероприятиям? Да, я всегда говорю, что Мы из каждого требования Ну, таких Передовых стран Как, допустим, США Россия Страны Европейского Союза Белоруссия Организация обиденных наций С каждой нормативы берем Самый жесткий норматив Ну, допустим, по безопасности По электробезопасности По шуму По уместимости, да И из этих жестких самых нормативов Проактируем машину Поэтому она будет сертифицирована В любой стране Я охотно поверю в это Потому что в Берлине Мы провели эксперимент Вместо 14 человек Вошло 17 И оставалось еще достаточно много места Да, да, да Вы это подтверждаете, так? Здесь будет пол в пол Ну, здесь поэтому сделаны ступеньки На самом деле перрон будет На одном уровне И поэтому здесь может и Инвалид-колясочник Спокойно объехать И здесь не будет перепада высоты Для него тоже присмотрим здесь место Антон Эдуардович Часто инвесторы спрашивают Обсуждают Чтобы снять все вопросы Расскажите, в чем инновационность пола В Юнибусе? Кроме того, что там травка Какие-то бабочки С трикозой Да, ну, во-первых, он красивый пол, так? Безусловно И в этом тоже инновационность Потому что это земля Мы ходим по земле При этом мы не разрушаем Потому что там прозрачный слой И даже бабочки Мы их не топчем, так? Ну да, после недели Берлина Смотр как новый, да И инновационность не в этом На самом деле Пол это сэндвич-панель Высокопрочная То есть пол является Как бы плитой Высокопрочной Которую выдержит, в принципе, слона Кстати, был случай В Германии Когда построили в Випретале Первому на рельсу дорогу Еще построили в конце 19-го века Там было две аварийные ситуации Один раз забыли гаечный ключ На пути А второй раз решили Перевезти слоненка Из зоопарка куда-то И когда его везли Над речкой Он проломил пол И выпал в реку И остался жив Поэтому прочность пола Она существенная Для транспорта Второго уровня Поэтому это пол Высокопрочный А я слышал, что он даже с подогревом Да И это второе Вернее, третье Что является национальным Значит, греть надо У нас же зима бывает И вот холодно Поэтому здесь должен быть Климат-контроль Да? И обогрев И поэтому лучше всего Греть пол И поэтому здесь Да, в верхнем слое Там электрообогрев А внизу теплоизоляция Чтобы не геть улицу Вот все это в комплексе Является как бы инновационным Спасибо большое Что вы расскажете О других образцах Мы точно видим здесь Юнибайк Да, точно мы видим Юнибайк Это прогулочная машина Где можно и фитнесом заниматься Вот мы видим Что один из наших инвесторов Крутит велогенератор Правда, он несколько вял Это делает В данный момент Он инвестирует Свою физическую силу В наш проект Не, ну надо Если бы он был Как бы более интенсивно Крутил То вот на этой бы Энергии Можно было развивать Скорость 60 км в час Но скорость Вообще расчетная Юнибайка 150 км в час И остальную энергию Дают аккумуляторы Поэтому фактически Тот, кто крутит Педаль Он заряжает аккумуляторы А аккумуляторы Уже потом Запитывают привод А привод Работа привода Регулируется Автоматизированной Системой управления Поэтому Юнибайки Едут все По трассе С расчетной Скоростью Не зависит от того Крутит кто-то Педаль Или не крутит Иначе не будет Логистики И будет небезопасно Спасибо большое Скажите пожалуйста А какие вообще Варианты исполнения Юнибайков есть Я слышал что Бывают Трехместные С различными Вариантами Педальных узлов Количеством Точнее Мы здесь представляем Явно Двухместные С одним Педальным узлом Да Может Два Может Без них Быть Одноместный Может быть И четырехместный Там Целая линейка Но Я хотел бы Обратить внимание На другой факт На экономичность Эффективность Вот если Перевести Электрическую Энергию В топливо То Юнибай при скорости 100 км в час Будет потреблять 0,6-0,7 литра На 100 км в пути Вот что Самое главное В этой машине То есть Это Ну Даже мопеды Он более Негозатратный И даже без работы Ногами Даже без педалей Нет Это не важно Это количество энергии Которое нужно Для движения Со скоростью 100 км в час 100 км в пути Он проедет На аквиваленте 0,7 литра топлива А эта машина Это Ну Аналог автобуса Да 2,7 литра На 100 км в пути При скорости 100 км в час Это Самый Экономичный Транспорт В мире Самый Аналог автобуса По вместимости Но не по Вместимости Не по параметрам Безусловно Поэтому таких машин Ни в мире нет Мы переживаем Весь мир И если Допустим Сравнить Это что же электромобиль Говорят Это не электромобиль А что же это Это полноценный электромобиль Сравните с Теслой С известным автомобилем Илона Маска Эффективность его В 10 раз примерно Выше По энергозатратам На движение В 10 раз Это порядок Спасибо большое За интервью Анатолий Эдуардович Уже собираются люди Вас ждут Подписывайтесь на наш канал YouTube Следите за обновлениями Новостей На официальном сайте Межородной группы Компании Skyway По адресу rsv.defisystems.com Поддерживайте Наш проект И тогда Вы всегда будете В самой гуще Инноваций Не зря же нас сюда Пригласили Строй Skyway Спасай планету Здравствуйте С вами Михаил Кириченко Вы смотрите новости Skyway В которых мы рассказываем Вам о разработках И внедрении прорывных Транспортных технологий В последнее время Мы в основном Информировали вас О премьере технологии Skyway На выставке в Берлине Инотранс-2016 Где на суд мировой общественности Были представлены Образцы подвижного состава Skyway Действующая модель Путевой структуры Но что же делается С основной С настоящей путевой структурой Ответы на этот И на многие другие вопросы Мы сегодня постараемся Получить с помощью Главного технолога Закрытого акционерного общества Струнной технологии Виктора Рудковского Здравствуйте Здравствуйте Вот рояль в кустах Очень кстати оказался Расскажите Что это такое И где мы с вами Сегодня находимся Находимся мы На предприятии ОАО Строитель прогресс Наш основной подрядчик По всему этому действию По всей металлоконструкции Как для высокоскоростного транспорта Так и для легкой Транспортной структуры Ранее мы уже были здесь Видели Секции Части и секции Сборной конструкции В общем Которую мы принимали И Совместно С представителями Тоже нашей организации Это уже какой-то очередной промежуточный этап Как я понимаю Скажем так Промежуточный этап Основных сборочно-сварочных работ Даже скажем так Финишный этап То есть то что мы видим Это по сути По сути Вот к чему мы стремились Все это время Там на офисе У нас На проспекте Дзержинска То есть проектируя эти вещи Это вот В общем-то результат В железе В металле В данном этапе Происходит сейчас Доработка Некоторых элементов Нюансов То есть Почему мы сюда и приехали Собственно Значит Составление контрольной карты замеров Которую делали и ранее В общем-то Здесь она более объемная Более обширная Дальше После этого этапа Значит Театра металлоконструкции Идет на заливку Раскостных элементов Раскостной решетки Спецбетоном Тоже испытание Которое мы проводили Ну и после чего Нанесение финичного покрытия Защитного И отгрузка На монтажную площадку Ну вот последовательность Как бы работ такая Спасибо большое Ну как мы понимаем Это не первая Не последняя Секция Я вижу Что здесь Еще на территории Предприятия В производственных площадях Находится очень много Других элементов Для следующих Секций Расскажите пожалуйста А что это такое Да Ну вот мы видели Секцию Секцию в сборе Вот это Один из элементов Скажем так Раскостная решетка Ветровые раскосты Наши В общем то С поставленными туда Это она внизу Так да Вот она в данном случае Внизу Но положение Значит скажем так Рабочее положение Это металлоконструкции Переверное То есть грубо говоря Получается Вот это вот Сейчас она находится Она в перевернанном положении Да Вот это вверх То есть Вот это вот Вот это вот Пояса Они же рельсы Для Высокоскоростного Транспорта Вот это вот Для городского То есть ну Со стапеля было удобнее В общем то поставить Достать сейчас так На данном этапе Я думаю Собственного говоря Да Ну и если мы пройдем Немножко вперед Увидим Где в общем то Мы собираем Все это Основной сборочно-сварочный стапель Скажем так То есть отсюда Оно поступает На стапель Потом уже На финишную отделку Как я понимаю Туда Потом еще Где-то там Заливается бетон Покраска Здесь мы Здесь мы В общем то делаем замеры Смотрим геометрию Делаем доработку Вставку технологических Раскосов перемычек Если это необходимо Ну какую-то доводку Финишную По части металла По части точности конструкции Сопоставив С чертежами Имеющимися здесь Вот Дальше Эта металлоконструкция Поступает на определенный участок Где идет подготовка К бетонированию Раскосов Основных наших Ну и Собственно Цех Дроби струйки Окраски Всего остального Это сборочно-сварочный стапель Основной Здесь собирается Такая же секция Которую мы видели Не секция А уже Объемная Объемная ферма 12 полнометров Часть Готовая часть Элемента нашей структуры В общем то Ну Вот как-то так Все ясно Ну а здесь Как я понимаю Боковые части Путевой структуры Левая и правая Соответственно А вот это Как бы Верх Грубо говоря То есть Ну в технологии сборки Собираем сразу Левую и правую части Соответственно Смотрим Какая геометрия Получается Дальше Выкладывается Левая часть Часть правая И вставляется Раскосная решетка Уже в общем Това конструкцию Соответственно В структуре Общей оснастки Нашей всей Вы Можете это Рассказывать Вас уполномочили Не слишком ли Много секретов Мы раскрыли Ну Скажем так Секреты они Внутри конструкции Как конструкция Работает В общем то Мы говорим с вами О том Что мы проектирули И что мы получили В итоге Спасибо большое Виктор За Ну даже Более исчерпывающие Ответы Чем я предполагал Мы с вами В Экотехнопарке Как вы наверное Уже догадались И пока мы Ожидаем прораба Подрядной организации Я хочу вам Рассказать о том Неприметном Казалось бы Здании Временном Точнее Сооружении Которое Находится За моей спиной Несмотря на то Что нам Нельзя снимать Что происходит Там внутри Я хочу Чтобы вы все знали Там Творится История Творится Мы вас уже Познакомили С тем Как обстоят дела С изготовлением Путевой структуры Для Высокоскоростной Линии В силу Конструктивных Особенностей Там Большая часть Работы Проводится Под крышей В производственных Промышленных Условиях А что касается Легкой линии Для Юнибайков То здесь Большая часть Работы Проходит в Экотехнопарке Где мы Сейчас с вами И находимся Мы побеседуем С прорабом Организации Которая Занимается Как раз таки Сборкой И последующим Монтажом Если не ошибаюсь Легкой И впоследствии Грузовой Транспортных Систем Добрый день Добрый день Представьтесь Пожалуйста Меня зовут Демидович Кирилл Производитель работы УАО Промтехмонтаж Скажите На какой фазе Находится Монтаж Легкой путевой Структуры Skyway На данном этапе Мы производим Укрупнительную Сборку Подвесного Пути Соответственно Сварочные Работы И Растяжка Самого Непосредственно Подвесного Пути На данный момент У нас Идет Сварка Производится В этой палатке Да Непосредственно Здесь идет И Подготовительный Весь процесс Сварочный Процесс И Зачистка Самого Подвесного Пути А потом Это каким-то Образом Вытягивается И все Новые Новые Рельсы Можно так сказать Поступают сюда И Она Растет вдаль Вдаль Да Я смотрю Уже достаточно Много сделано По-моему Больше половины Больше половины Почти уже Выполнено В соответствии Когда будет Выполнено Непосредственно Весь подвесной Путь Дальше Будет Производиться Затяжка Трассового Пути И его Моноличивание Спасибо большое Но насколько Я в курсе Уже И на Третьей Линии То есть На Грузовой Начинаются Работы То есть Все Три Транспортные Системы Монтируются Практически Одновременно На какой Стадии Грузовая Находится Сейчас Трасса На данный Момент На прошлой Неделе Поступили Металлоконструкции Погрузочной Линии Соответственно На сегодняшний день Грузовой Линии Извиняюсь На данный момент У нас Производится Все измерительные Работы Выверочные И На следующей Неделе Мы приступим Непосредственно К монтажу Станции Натяжения Спасибо большое Подписывайтесь На наш канал YouTube Следите за Обновлениями Новостей На официальном Сайте Международной Группы Компаний Skyway По адресу rsv Thefisystems.com Поддерживайте Наш проект И у вас Все в жизни Будет путем Строй Skyway Спасай Планету Здравствуйте С вами Михаил Кириченко Вы смотрите Новости Skyway В которых мы Рассказываем вам О разработках И внедрении Прорывных Транспортных Технологий Как мы вам Уже сообщали С Анатолием Эдуардовичем В одном Из последних Репортажей Из Экотехнопарка До испытаний Подвижного состава Остались Не недели А дни Так вот Сообщаем Что эти испытания Уже Успешно проводятся Но Обо всем По порядку И лучше всего Об этом поведает Естественно Генеральный конструктор Skyway Анатолий Эдуардович Юницкий Добрый день Анатолий Эдуардович Добрый день Вы правы Действительно Не один день Уже идут испытания Тестовые Естественно Но То что Поедет Колесо По рельсу Было понятно Уже всем Не могли бы вы Рассказать Что именно Мы здесь Испытываем Ну Не забывайте У нас колесо Необычное Рельс необычный Поэтому многие Не верят Что поедут Но прежде чем Проводить испытания На тестовых участках Мы должны испытать Ходовую тележку Для того Чтобы смоделировать Разгон Торможение Потом Позиционирование Мы ведь Позиционировать Должны на станциях С мощностью До 10 мм Чтобы дверь Дверь открыть Какие ускорения Какие ускорения Есть ли Нужное Сцепление С рельсом Не проскальзывает Ли колесо При Разгоне Ну Естественно Шумы Мы всякие Присутствуем Тут идет Полный ход Работа И Слышна И слышен Шум небольшой От нашей дороги Ну Потому что Мы смоделировали Дорогу Но эта дорога Ненастоящая Не струнная Здесь Обычно Стальная Балка Выполнена В виде фермы И Я вспоминаю Эти старые фермы Мне очень нравятся Советские Когда там Какая-нибудь Целина Вот зовут На обед Там Доярок Трактористов В рельс Постучали По рельсу И за 3 км Слышно Побежали на обед И Мы знаем Как железнодорога Слышна Она слышна На километре За километре А здесь Шум на самом деле Небольшой Но В нашем Вот Модели Нашей дороги Нет Бетона А причем Бетона Специального Ну И здесь Он не нужен И мы Который Собственно Будет гасить Шумы Потому что За счет Всего внутреннего трения Бетон Гасит Весь депозон Колебаний И шумов От ультразвука До ультразвука И мы Тоже здесь Меряем Шум Сколько децибел Что потом Надо было сравнить С шумом На дороге Где Нет пустотелых Конструкций А они Заполнили Будет специальный Бетон И вот Эти все Испытания Мы проводим Уже не один день Чтобы Потом Тележку Она полностью Она не смоделирована Это настоящая Ходовая тележка Если я правильно понимаю Это та тележка Которая стояла В юнибайке Которую достали Для того Чтобы довести Перед тем Как поступит И юнибайк И юнибус На ходовые испытания Полноценные В экотехнопарке Потому что Мы сделали Не макет Юнибайка А промышленный образец Со всей начинкой С ходовой частью Естественно С рамой И так далее Несущая Так вот Ходовая часть Несущая рама И все Что на ней размещено Там и Аккумуляторы Накопители энергии Которых хватает На день испытаний На целый день Там До 200 километров Может Потом На аккумуляторах Юнибайк Проехать Похоже На поточный Накопитель Из фильма Назад в будущее Ну что Таташ Так Тут Инвертор Стоит Тут Стоят И элементы Которые Обеспечивают Микроклимат В салоне У нас же салон Ну Термолегулированный И там И Комфорт Соответственно Не только Нужными Температурными Режимами Но и Чистый Свежий Воздух Должен быть Поэтому Там должны быть Соответственно Фильтры Стоят Вентиляторы Обогреватели Кондиционирование Должно быть Это тоже Размещено На ходовой Тележке Ну и естественно Система Автоматического Управления Она тоже Размещена На ходовой Тележке Сама Система И Силовая Рама Ходовая Часть С подвеской То есть Это все То что Является Собственно Сердцем Любого Транспортно-средства И любая Какая И мы Вот это Сердце Испытываем Вот здесь Отдельно От организма Скоро Мы соединим В одно целое И вот это целое Мы уже Планируем В середине Ноября Поставить На ходовые Испытания На Китинопарке Спасибо большое Я так понимаю Что Вот этими Испытаниями Мы Ответили На Происки Всех Недругов Критиков Проекта Чувствуете Ли вы Что Уже Утерли Всем Нос Или Только Подходите К этому Ощущению Ну Можно все равно Скажут Что-то из фанеры Сделано Надо Подойти Подключать головой А звук наложен А звук наложен Конечно А это вообще Фон На самом деле Так Ведь все Что угодно Можно говорить Но Мы реально Делаем Реально Работаем Реально Даем результаты И Ведь Это вот Все Вот я сам Как вот Я сумел Оторганизовать За год Там был Танковый полигон Там Ямы были Глубиной Два метра Вы же помните Бурьян Как мы Там Деревья рубили Кусты Да Облагораживали Территорию Это было Год назад Все Благородному делу Господь Бог помогает Конечно И сейчас Смотрите Уже две машины Целиком готовы Уже первая Тестовая трасса Будет готова Потом Буквально Через Пару месяцев Будет Вторая И где-то Через Три-четыре Месяца Третья Где уже И мы еще Другой подвижный Состав готовим Крону этого У нас Есть еще Другой тип Городского Я пока Не буду Говорить Детали Он Будет В виде Небольшого Поезда И Грузовые Юнитраки Мы тоже Уже Приступили К изготовлению Рабочая Документация Уже Есть Для того Чтобы Возить Цепучие И штучные Жидкие Грузы Анатолий Эдуардович Хотелось бы Также Спросить А Насколько Приближены К оптимальным Или К естественным Условиям Проведения Эксперимента Ведь Поскольку Ездит Одна Ходовая Часть Или Тележка Без Самого Юнибайка Там Распределение Веса И прочие Характеристики Учитываются ли Безусловно Учтены Эти Характеристики Это Не просто Пустая Тележка Ну Ходовая Часть Здесь Моделирована И нагрузка От Корпуса Юнибайка И пассажиров Поэтому Эта Нагружена Еще Нагрузкой 500 Кг Она Подвешена Эта Нагрузка Поэтому Здесь Не смоделированы Только Габариты И Допустим Парусность Или Ветровая Нагрузка Ну А то Мы же Там Смоделируем В Экотехнопарке А все Массовые Инерционные Вот эти Характеристики Они Здесь Соблюдены То есть Самое Главное Мы проводим Скажем Так В тепличных В идеальных В удобных Для работы Условиях В цеху Нашего Опытного Эксперментального Производства И По большому счету Если все Успешно Пройдет Здесь Это будет Практически Ну как я понимаю Процентов На 90 Гарантии Что все Точно так же Пройдет И в Экотехнопарке На 100% Гарантии Какие 90 Здесь Смоделировано Все Ну Не смоделировано Только допустим Погодные условия Ну если Двигатель Автомобиль Работает На стенде Наверное Под капотом Он тоже Будет Работать Поэтому У нас Будет Свой капот Мы же Оденем Потом Корпус Защиту Всю От дождя От ветра От снега И там Внутри В этом пространстве Там будут Тепличные условия Для оборудования Такого же Как в цехе Спасибо большое Откройте Самую страшную Тайну Скайуэй Кто будет Первым Пассажиром В юнибайке Никто А я слышал Что ваши коты Нет Нет Они нельзя Дело в том Что до Сертификации Это запрещено Не Ну я не говорю Нарушение будет После сертификации Тогда Ну после После Я должен быть Я первым Я должен Стать под Дорогой Первой Чтобы показать Не упала Не Не обрушилась И я должен Сесть первой Чтобы Быть уверен Что не погибнут Люди Которые там будут Девать Это я должен Вы настоящий капитан Спасибо вам Я Переполняем Всякими Чувствами Все Исключительно Позитивные Прежде чем Мы завершим Репортаж Скажите еще То что вы Хотите Но я Почему-то Об этом Вас еще не Спросил Что еще Важно Мы стоим В нашем Цехе Испытания Идут В нашем Цехе На нашем Заводе Мы находимся В цехах Опытного Производства Юнибус Опытно-экспериментального Производства Юнибус Мы Я не имею ввиду Зао Струнные Технологии Себя Потому что Совладельцами Всего-то Являются Наши инвесторы Акционеры Которые Прибли Долю В общем Бизнесе Технологии Они тоже Совладельцы Вот И это Очень важно Потому что Совсем недавно У нас Ничего этого Не было И мы Буквально На коленке Все делали Сейчас Нет У нас Серьезное Производство Оснащенное Достойным Оборудованием Которое Мы сейчас Это производство Расширяем Мы Приобретаем Очень серьезное Оборудование Сейчас Потому что Мы намечены Уже Скоро Перейти К мелкосерийному Производству От Одиночного Производства К мелкой Серии А потом Уже У нас Много Сейчас Потенциальных Заказчиков Которые В ближайшее Время Будут Приезжать Нам Готовы Приехать Чтобы Ознакомиться С нашим Производством И оценить Способны ли Мы Изготовить Подвижной Состав И путевую Структуру Для Реализации Адресного Проекта В ряде Стран Я не буду Называть Эти страны Их Около Ну вы Скоро В одну Из этих Стран Едете Насколько я знаю Да Буквально В понедельник Но Прежде чем Мы начнем Осуществлять Все Эти адресные Проекты Как я понимаю Мы должны Еще пройти Сертификацию И это Начнется В экотехнопарке Не могли бы вы По срокам Сориентировать Потому что Все Наши партнеры Очень интересуются То что мы видим Это тоже Элементы Сертификации Это не просто Мы сделали И моделируем Работу В том числе Путевую структуру Это часть Сертификации Она идет А завершим Мы ее Весной В следующий год Спасибо большое Анатолий Эдуардович Подписывайтесь На наш канал Ютуб Следите за С обновлениями новостей На официальном сайте Международной группы Компании SkyWay По адресу RSVDEFISSTEMS.COM Поддерживайте наш проект Ибо в нем Мечты Сбываются Строй SkyWay Спасай планету Здравствуйте С вами Михаил Кириченко Вы смотрите Новости SkyWay В которых мы рассказываем Вам о разработках И внедрении Прорывных транспортных технологий Мы продолжаем Наши репортажи С выставки На Транс 2016 В Берлине И сегодня мы беседуем С главным конструктором Управления подвижного состава Закрытого акционерного общества Струнные технологии Андреем Дмитриевичем Зайцевым Доброе утро Андрей Да, доброе утро Третий день выставки Самое утро И надеюсь Успеем что-то рассказать Пока До прикода посетителей Дело в том, что сегодня День для всех желающих Два дня для специалистов Прошли И ожидается Наплыв просто огромный Завтра как минимум На нашем стенде И это мы знаем точно Побывает 300 человек Адресно Давайте начнем Не теряя времени Предлагаю рассказать Немножко про Юнибус Мы с радостью Принимаем ваше предложение В дверях которого Мы сейчас и находимся Что такое Юнибус Еще раз повторить Это транспортное средство Для городской Транспортной системы В исполнении Представлено на выставке Монорельсовой То есть предназначен Для передвижения По Одному из рельсов В путевой структуре Вместимость 14 человек При полной массе 3250 килограмм А некоторые наши зрители Высказывают сомнения Что сюда войдет 14 человек Мы сегодня Первых же посетителей Попросим нам помочь И просто Физическим экспериментом Подтвердим И развеем это сомнение То есть подтвердим Что это так И развеем любые сомнения А многие также говорят Что не нравится Что всего лишь два сидения Я уже написал в своих комментариях Что хоть полки развешай Как в купе То есть это один из Десятков вариантов Правильно ли я понимаю? Это же предложенный вариант Первый Мы увидим Во-первых Отзывы Потенциальных потребителей И мы готовы Менять это В лучшую сторону Или развиваться По желанию в худшую Что не сложно А в чем инновационность Этого пола Так же люди спрашивают Ну Перед тем Как сказать про пол Я бы сказал В целом Немножко про конструктив Так К половому вопросу Перейдем в конце Хорошо Согласен Изготовлен На основе Прочного Алюминиевого каркаса Прочного При этом легкого Поскольку алюминиевого И уже Алюминиевый каркас Вакуумформовкой Скажем так Вклеен Пол и потолок То есть это У нас Такая получается Монолитная сэндвич Панель Вверху и внизу Которая добавляет Жесткости И в принципе Вся конструкция Если ее рассматривать Как в расчетной схеме Приобретает Форму Похожую на Глутавровое сечение Являющее Самым жестким При Сравнении Общепринятых Расчетных сечений Скажем так В этом как я понимаю И есть инновационность А не то что Здесь нарисована травка Которая многим так нравится Отчасти Травка Это Опять таки Наша версия Исполнение Конкретно Первого образца Отсылка Ну хотелось Что-то такое Добавить Живое Напоминающее Людям Что кроме Асфальтовых дорог Есть еще Или была еще Когда-то Зеленая травка Под ногами Под ними Где-то возможно Еще есть Да Это то что мы Собираемся им вернуть Правильно? Да И хотелось бы Добавить что еще Что пол у нас Обогреваемый То есть вот в этот Сэндвич Пакета Который мне рассказывал Заложены Нагревательные элементы То есть Тем самым Мы прогреваем Кузов транспортного средства Там где это нужно В той точке Где это нужно Именно внизу А холодный воздух Подаем сверху Я могу добавить Что стоять на таком полу Явно приятнее Чем сидеть Давайте попробуем Давайте попробуем Дополнительно Поскольку пол Он наливного типа Обычно Самонивелирующиеся Да Скользкие покрытия Дополнительно Он покрыт Специальным лаком Который позволяет Который делает Пол менее скользким И при этом Более выносливым На истирании Значит далее Стекла Хотелось бы отметить Использован Стеклопакет Из непростого стекла Это поликарбонат То есть это Скажем так Вещество Которое При том что он В два раза легче Чем обычное Силикатное стекло Он при этом В 25 раз прочнее Этого стекла Ну обычного стекла Стеклопакет То есть это два стекла Для Улучшения Термоизоляции Кузова И собственно Снижение затрат На обогрев Либо охлаждение Пассажирского салона То есть это совсем Не фанерная конструкция А инновация На инновации Не только полу Правильно? Ну Наверное так Вот То есть он прочный И Ну даже если По нему Хорошенько Разогнавшись Ударить кирпичом Ничего не произойдет Впечатляет Два места Мы можем Наверное присесть Посмотреть Насколько здесь удобно Двоим Располагаться Давайте Почему я делаю Атамация Потому что Наверное видно Что Пропорции кузова Таковы Что он очень Высокий Но при этом Очень узкий Но По-моему Удобно Да Почему узкий Потому что Естественно Где основные потери При высоких скоростях Происходят Это В аэродинамике 90% Поэтому Основной задачей При Создании дизайна Ну Одной из основных задач При создании дизайна Было Добиться Хорошего коэффициента Аэродинамического сопротивления И Собственно Проверка Установила Что для этой Модели ЦХ Райен 0.11 Ну Если И память Не изменяет 0.11 То есть По сравнению С автомобилем По сравнению С автомобилем Легковым Это в три раза Лучше Как минимум По сравнению Со спортивным Автомобилем Так Что сказать Про Юнибус Вот скажите Звуковая система Это что Харман Кардон Бенген Оловсен Очень хорошо Звучит Я думаю Нашим Монтажерам Будет меньше Работы Не надо будет Музыкальную подложку Подбирать Вот она уже готова Ну Что-то вроде По крайней мере Это Hi-Fi Аппаратура Уже Я марку Ну Не могу Конкретизировать Так точно Возвращаясь К Вместимости Да 14 человек В одном Юнибусе Я к чему Хочу подвести Собственно К производительности Которая может Обеспечить Вот такое Небольшое Транспортное средство Особенно Находясь На Рамках Инотранса Приходится Часто Отвечать Посетителям На этот вопрос Потому что Ну что такое Инотранс Это в основном Поезда Трамваи То есть Крупная Пассажирская техника И Пока у людей Ну Не понимаем Как Почему он такой Маленький Им это Непривычно Тем не менее Насколько я знаю Вспоминая то Что рассказывал Анатолий Эдуардович Низкий Кстати Насчет Маленького Что Если Полностью Организовать Согласно Рекомендациям Skyway Линию То Ее Производительность Будет Два раза Выше То есть Она сможет Два раза Больше Перевозить Пассажиров Чем Московское Метро Ну Давайте Просто Посчитаем Чтобы Не голосливо Два Там Четыре Раза На линии Транспорта Установлен Минимальный Минимальный Скажем так Временной Интервал Безопасности При котором Мы способны Контролировать Сю систему То есть Движение Торможение Этот интервал Составляет Две секунды Что Соответствует Международному Стандарту По Передвижению Подобного Рода Транспортных Средств Подобного Перемещающихся В автоматическом Режиме Две секунды Значит ли это Что люди За две секунды Должны Будут Войти И выйти На остановке Нет Две секунды Это интервал Когда Транспорт Едет Уже По трассе Время выхода Время выхода Будет От пяти До десяти Секунд Но Логистика Движения Подбирается Таким образом Что они Уходя Со станции Один другого Догоняют И дальше Выстраивается Этот интервал Двух секунд Так вот Исходя Из двух Секунд То есть Что мы Имеем Что при движении Так Так Мы выходим На пятьдесят Тысяч Пассажиров В час Это перевозка Одной Участка Транспортной Линии Соответственно Пятьдесят Тысяч Пассажиров В час Ну пусть Не двадцать Четыре Часа В сутки Ночью Люди спят При двадцати Часах Мы выходим На миллион Пассажиров В сутки Это Одной Линии Ну а Если дальше Сравнивать С метро Да С метро Ну например Московская Ну я по крайней мере Слышал такое сравнение От Юницкого Потому что пока Цифры звучат Вроде не в нашу пользу Да У нас миллион А у них Там вот По актуальной статистике Шесть целых Шесть десятых Миллионов в сутки Надо понимать Что Мы у нас Считаем Одну линию А у них Весь Московский Метрополитальный Это тринадцать Действующих линий То есть просто Мы делим Пассажиропоток На тринадцать Мы получаем Пятьсот тысяч Пассажиров В сутки По одной линии То есть это В два раза Мы Выиграем Уже Московского метро А если взять Внимание Что Вообще Средняя поездка По статистике Того же Московского Метрополитена Составляет Тринадцать километров То Получается Что Московский Метрополитен Не тринадцать Линей Как бы Условно Двадцать пять Линей Действующих И В этом случае Уже их Производительность Получается Двести Двести пятьдесят тысяч Пассажиров В сутки То есть у нас Есть запас По московскому Метрополитену В два В четыре раза Да В два Либо в четыре раза Это Ну на пределе Понятно Мы можем Корректировать Мы Насчет двух секунд Вопрос был Не потому что Я вчера родился А просто я Озвучиваю Вопросы Наших зрителей И комментарий Насчет двух секунд Как я понимаю Это все поддерживает Автоматизированная Система управления Мы же Привезли сюда Эту Автоматизированную Систему Которую мы Демонстрируем На наших Моделях Один к десяти Может быть Покажете Как она Действует Реально Пусть и В меньшем Масштабе Давайте Перед нами Модель Действующая Модель Транспортной Системы Городского Типа С двумя Образцами Подвижного Состава Навесного Исполнения И подвесного Исполнения То есть Они Чем Собственно Отличаются Один сверху Ездит Второй Подвешен На нижнюю Путевую Структуру Вы спрашивали Про систему Управления То есть Она Продемонстрирована И здесь Это не просто Унибусы Которые ездят По какой-то Программе Если он Увидел Перед собой Препятствие Он Остановился То есть Сам Себя Управляет Интересно На выставке Этот стенд Модельный Вызывает Не меньше Чем Полноценное Транспортное Средство Что здесь Хочется Еще отметить Немножко Конструктив То есть Что здесь Продемонстрировано Это Прежде всего Две анкерные Опоры Которые Принимают На себя Усилие Натяжение Струн Это две Концевые Опоры Нижняя Часть Она По сути Конструктивная Для связывания Техопор Потому что У нас Нет Поверхности Земли В которой Можно Их Закрепить И Путевая Структура Сейчас Пусть они Катаются Будет веселее Хочется Отметить Что Также Продемонстрирована Промежуточная Опора Что такое Промежуточная Опора То есть Анкерные Опоры Это Массивные Элементы Конструкции Воспринимающие Себя Многотонны Ну Сотни тонн Усилия От натяжения Струн А промежуточные Опоры Это легкие Дополнительные Опоры Установленные С определенным Шагом По трассе От 40 до 50 Метров Этот интервал И Позволяющие Воспринимающие На себя Усилия Боковые В основном То есть Не имея Серьезных Вертикальных Нагрузок Позволяющие Стабилизировать Трассу В горизонтальном Направлении Но Что произойдет Например Если Мы Снимем Промежуточную Опору Ну Сломаем То есть Мы имитируем Землетрясение Рухнула Промежуточная Опора Не Не Происходит Ничего Ну Да Немножко Пошатнулись Наши Унибусы Но Они Выйдут На Следующий Ровный Неповрежденный Участок Трассы То есть Это Никак Не Пошатнуло Репутацию Технологии Ну Можно И Так Сказать По Части Путевой Структуру Здесь Она Представлена Естественно В упрощенном Виде То есть Одной Струной Но Это Масштабная Модель Масштабируя Наш Настоящий Рельс До Размера До Масштаба 1-10 Здесь Уже Похоже На Рельс Реально Сверху Да И вот Говоря К чему Я хочу И можем Посмотреть Примерно Реальный Рельс Со Струнами Внутри Мы Специально Закрепили На Юнибусе Элемент Путевой Структуры Чтобы Помочь Людям Объяснить Что Же Такое Струнная Путевая Структура То есть Мы Видим Что Внутри Балок Которые Берут На Себя Функцию Рельса Располагаются Канаты Выполняющие Роль струны Которые Принатягиваются Заданным Усилием Обеспечивающим Во всем Температурном Диапазоне Отсутствие Температурных Швов На Путевой Структуре И Дополнительная Полость Внутри Рельса Может Использоваться Как Для прокладки Линии связи То есть Наша же Путевая Структура По ней Мы можем Прокладывать Коммуникационные Линии связи То есть Электричество Подавать Все что угодно Как я понимаю Октоволокно Которое сейчас Необходимо Для связи Да Октоволокно Частично для связи Частично Это Одно из наших Ноу-хау Это Система Контроля Скажем Состояния Путевой структуры Можно же Наверное И телефонную связь И интернет Таким образом Передавать Любые данные Цифровой Да и в аналоговой Форме То есть Объем рельсы Мы можем Частично Занять Коммуникационными Линиями А все остальное Заливается Специальным Составом Заливается Бетоном Специального Состава Который Добавляет Жесткость К путевой Структуре И Снижает Шум Издаваемое Предвежение Ну Хочешь Не хочешь На шум Естественно От любого Физического Воздействия Возникает И вот Переходя Снова Возвращаясь К небесу К его характеристикам Благодаря Благодаря Этим Новшествам И Всем Этим Идеям Исполненным Уровень Шума 60 до Тебе Предвежение Я думаю Что нужно Объяснить Всем нашим Зрителям Что это Очень мало С чем Это можно Сравнить Ну Мотоцикл Например Это 90 92 до Тебе Автобус Это 82 Децибела А здесь 60 Ну Если я помню Снижение Шума На 10 Децибел Это даже На слух Воспринимается Как в несколько Раз Типа В 2 В 3 А это Не просто На 10 Процентов Ну Это Логарифмическая Шкала Надо понимать Здесь Нельзя Я говорю О чисто Человеческом Восприятии Ну Я Чтоб Чисто Человечески Было Больше Понятно Скажу Что Уровень Шума В Бытовом Жилом Помещении Обычно Колеблесов 45-50 Децибел То есть Это Чуть Громче Чем В твоей Квартире Когда ты Там Находишься Тише Чем Ваш Телевизор Когда Вы Его Смотрите Понял Спасибо И Хотелось Б отметить Коль Мы Уже Здесь Закругляемся Потому Что Начинают Эти Люди Посетители Хочется Отметить Расход Энергии Или Топлива На Движение Юнибуса По Данным Которые мы Представляем Значит На расчетной скорости В 150 км в час Двигаясь Постоянной скоростью Юнибус Будет Потреблять 21 кВт Час Энергии Опять Таки Чтобы Было Лучше Понятно Переводя Это В Расход Условного Топлива Сгораемого Используя Общепринятый Коэффициент Это 0,25 Литра На Киловат Час Мы Получаем 5,28 Литра На 100 км Пути Как это сравнить С общеизвестными Используемыми На данный момент Транспортными Системами Сравним С любым Автомобилем Который Двигается Легковым Микроавтобусом То есть У нас 14 человек На микроавтобус 14 человек Предположим Что микроавтобус Умел разогнаться До 150 км в час Поскольку Далеко Не каждый Сможет сделать Далеко Не на каждой Дороге Это можно делать И это тоже Его расход Будет составлять Ну Пожалуй Около 15 литров Топлива Не меньше Да У нас 5 Впечатляет Подчеркиваю Еще раз Ну а В городских Режимах На скоростях Ниже 100 Ну например 50 км в час Уже сразу Даю перевезенный На топливо Расход Это 1,25 Литра Топлива На 100 км В пути Ой Скорей бы Все наступило И последний вопрос Прежде чем Вы Начнете Работать С посетителями Во-первых Просим Вас завтра Найти Время И Рассказать О юнибайке И об охранном Модуле Сегодня Все-таки Дополнить Хотелось бы Рассказ О действующих Моделях Тем Что это все-таки Не всегда Модель Это может быть И Реальное Транспортное Средство Да Насколько я В курсе Впечатляют Также Те цифры Которые Или Точнее То количество Грузов Я вас понял Это казалось бы Игрушка Может перевозить Я вас понял Действительно Модель Которую мы Так называем Это может быть Самая маленькая Самая компактная Действующая Транспортная Система Вот В исполнении Которое Сейчас стоит На стенде Наш может Перевозить Книги В библиотеках Сыпучие Грузы Там Руду Все что угодно Фантазия Сейчас будет Зашкаливать У наших Зрителей Любые Мелкие Грузы Ну как Мелкие То есть Данная Путевая Структура Учитывая вес Подвижного Сустава Который По ней Пойдет Может взять Еще на борт 30 килограмм Веса Одна Единица Маленького Подвижного Сустава Вот это Казалось бы И давайте Просто посчитаем Двигаясь Со скоростью Скажем Не так Если они Едут С диапазоном В одну Секунду Мы говорили Про две Секунды В большом Исполнении Здесь Все Компактнее Можно управлять Быстрее Тормозить Быстрее Возьмем Одну Секунду Как Интервал Движения То есть Каждую Секунду У нас Проезжает Юнибус Так вот Ну на год Давайте Сразу Выйдем Сколько В год Можем Перевести Это 3600 На 24 На 365 Это 30 миллионов Секунд В год То есть 30 миллионов Юнибусов Проедут В год Каждый Везет на борту 30 килограммов Это Миллион Тон Это Это Почти Миллион Тон 900 900 900 Тысяч 900 Что Почти Миллион Тон Вот Такой Маленькой Транспортной Системы Бой воистину Мы рождены Чтоб сказку Сделать Былью Строй Skyway Спасай планету Здравствуйте С вами Михаил Кириченко Вы смотрите новости Skyway В которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий Сегодня мы продолжаем разговор с главным конструктором управления подвижного состава Андреем Дмитриевичем Зайцевым Добрый день Доброе утро Доброе утро Доброе раннее утро Даже я могу сказать Мы стараемся работать пораньше Пока на стенде еще есть место Потому что сегодня ожидается как минимум 300 человек Как минимум Итак Мы с вами вчера рассказали нашим зрителям о Юнибайке О Юнибусе, извините И моделях, которые также могут быть как реальное транспортное средство Реальная трасса для работы И перевозить почти миллион тонн грузов в год Кто еще не смотрел, посмотрите Останавливаться на этом подробно второй раз не будем Сегодня же продолжим выставку по нашему стенду Дальше хочется рассказать прежде всего про Юнибайк Наш самый популярный экспонат Который Который возможно первым и поедет в Экотехнопарке Невозможно, точно Он полностью для этого готов Осталось вернуться И его собрать И настроить И можно ехать Возможно, я не сомневался в том, что он поедет А в том, что он поедет первым Потому что изначально планировалось, что поедет Юнибус А может они поедут и вместе Жить покажет Вот Тут она уже мешает Собственно, что такое Юнибайк Еще раз в двух словах Это легкое транспортное средство Индивидуального Скажем так Малой вместимости Возможно, индивидуального применения Во-первых, планируется использование его В закрытых зонах В рекреационных зонах В зонах отдыха В кампусах университета, например То есть на каких-то локальных площадках Небольшого размера Хотя в будущем При развитии транспортной структуры Skyway Он может использоваться И как транспортное средство Городское Просто малой вместимости Причем Стоит сказать, что все наши трассы Городская, легкая Предназначена для Юнибуса Они все универсальны В том плане, что любое транспортное средство За исключением высокоскоростных Мы говорим о системе Skyway Системе Skyway, конечно Они могут использовать транспортную структуру Соседнюю Соседнюю Ну скажем Грузовую транспортную структуру Для перевозки пассажиров В том числе И наоборот То есть транспортная структура универсальна Универсальна Обратно к винибайку Легкая То есть это 650 килограмм полной массы Либо для двух человек С установкой велогенераторов Позволяющих Вырабатывать электроэнергию Выкомпенсировать Расход батарей То есть возвращать электроэнергию В бортовую систему Что дает человеку Помимо занятия фитнесом Во время движения Экономии времени Скажем вечером Дает еще и экономию Его кошельков То есть энергия Которую выработал И отдал обратно в батарей Будет стоимость этой энергии Будет ему компенсирована По итогам поездки Либо Если Велогенератор не устанавливать В этом же транспортном средстве Может уехать три человека То есть три пассажирских места По характеристикам Юнибайка Малый вес Отличная аэродинамика К слову сказать Это коэффициент ЦХ 0,07 Для этого транспортного средства Стальное колесо Все это позволяет Минимизировать Затраты энергии На движение Юнибайка И ну например При движении Со скоростью 100 км в час Юнибайку нужно 2 кВт энергии Электричной Для движения Впечатляет весьма Если в других цифрах Например При максимальной скорости 150 км в час Он будет расходовать Электроэнергией Пересчитанной на расход Топлива Условного топлива 2,2 литра Условного топлива На 100 км в часу Это действительно достижение Сравнить это Хотя бы Пассажиры Вместимости Ну с мотоциклом Где тоже Два человека Которые на этой же скорости Расходуют Ну современный Мотоцикл На минимум 6 литров Того же топлива И это же только начало Мы же будем развивать И продвигать Эту технологию Естественно Или например Если сравнить Ну здесь уже Стоит вернуться К Юнибусу И Делать такой Сравнительный анализ С нашими инженерами Результат выложен На сайте Можно всегда Его почитать Было сравнение Юнибуса С Ну хотел сравнить С чем-то Актуальным Популярным С Теслой Да Так я просто Напомню цифры Что понятно Что Тесла Это легковой автомобиль Там 4 человека У нас 14 человек Это маленький автобус Поэтому Чтобы результаты Были честными Мы привели Показатели Либо к Юнибусу Тесла Либо Юнибуса К Тесле И Даже в этом режиме С учетом Стального колеса Вместо Резиновой шины С учетом Коэффициента Лобового сопротивления То есть Аэродинамики Мы получаем Эффективный Результат 6,5 раз Более эффективный А если считать В чистом виде Без пересчета То есть Уже учитывая Что мы везем Пассажиров 14 человек У нас 4 Мы получаем Почти в 17 раз Экономить Почти в 18 17,8 17, да С какой-то другой 17,8 17 раз Более эффективно За счет За счет чего Это достигается Еще раз Аэродинамика Отсутствие Экрана И Собственно Наш движитель Наше колесо Которое В двух словах Стоит Тоже показать То есть На этом стенде У нас Мотор колесо Снято С винибайка С целью того Чтобы его продемонстрировать Ну Лазить было бы Не очень неудобно На верх Винибайка Мы его выставили на стен Это стальное колесо Как видите Небольшого диаметра Это Синхронный мотор Постоянного тока То есть На постоянных магнитах И Легкая тормозная система Заимствована У Стандартного Серийного мотоцикла Тормозной диск Суппорт Гидравлический Но он вентилируемый Я вижу Все качественно Позволяет тормозить Явно С очень больших Спиростей Мы со скоростью 150 км в час Обеспечиваем Необходимое нам Замедление Причем Обеспечиваем его В принципе Электродинамическим Торможением То есть Рекуперируя энергию Отдавая обратно В бортовую сеть Транспортного средства Что например Как Керс Который когда-то Существовал в формуле Да Ну Керс это был Накопитель механической энергии У нас все таки Рекуперация электрической энергии Но смысл тот же Не растратить А вернуть Обратно в систему И повторно использовать Поэтому В этом случае Тормозная система Фрикционная Используется Как запасная И как дополнительная То есть В случае Когда нужно Тормозить Более эффективно То есть В случае экстренного Торможения Мы Сдействуем Обе Системы И электродинамику И фрикционные тормоза По характеристикам мотора То есть Вот в этом Маленьком Компактном Габарите С весом В 14 килограмм Умещается В номинальном режиме 3,5 киловатта Мощности А в максимальном режиме До 5 киловатт Мощности Суммарно То есть Мы получаем На унибайк 20 киловатт Мощности На борту При этом Помним Что На самом деле Мы тратим Около 2 киловатт При движении В постоянном режиме Этот запас Здесь раз нам нужен Просто чтобы Эффективно Разгоняться И ускоряться Чтобы логистика Передвижения Позволяла нам Выдерживать Тот интервал 2 секунды Который мы Задаем Как минимальный Интервал безопасности Слово говоря Двигаясь этим интервалом На унибайке Можно перевозить На системе Легкой Транспортной системе Можно перевозить 7200 человек В час То есть в сутки Это примерно 150 тысяч человек Это на Используя Вот такие Двухместные модули Как и унибай Пару слов О конструктиве Наверное интересно Корпус Это монокок Из композиции Прямо с языка Сняли Это я и хотел спросить У вас Да То есть Отсутствие Стали Алюминия Это полностью Пластиковый кузов Остекление Из поликарбоната Как мы говорили вчера Что дает В два раза Меньше веса В 25 раз Большую прочность Чем стекло Чем Да Силикатное стекло Интерьер Максимально Мы постарались Сделать Дружелюбным И интересным И приятным Я смею напомнить Тем кто Или сообщить Тем кто не смотрел Какой-нибудь Наш предыдущий Репортаж Что один Наш Самый крупный Немецкий Гость Сказал Что наше Качество Лучше Чем у БМВ и Мерседеса Даже я не слышал Работа Без ложной Скромности Замечательно Так Так Что сказать Мультимедийная Система Которая В последующем Мы только что Говорили Что при выходе Из рекреационных Зон При выходе В транспортную Систему Эти транспортные Средства Развивая Их Электронную Часть Они могут Стать вашим Индивидуальным Помощником В рамках Концепции Мобильности Будущего Постоим рядом С тем О чем мы говорим Да В рамках Концепции Мобильного Будущего То есть Это не ожидание Венебайка На станции Открывание Двери Вручную Потом Там Нужно сесть Выбрать Куда ехать Вы это все Будете делать Заранее Своим Мобильным Устройством Умным И Просто Подходя К станции Уже Будет подъезжать Ваш Мюбайк Распахивать Дверь Брать вас На борт И везти Туда Куда Вы Пожелали Великолепно Все то Будущее Все те Футуристические Предсказания Которых Нам Рассказывает Сергей Анатольевич Я вижу Уже Воплощаются Со страшной Силой Да То есть Сохранение Ваших Настроек По удобству Посадки По микроклимату В салоне По вашей Любимой Музыке Это будет Ваш Верный Другой Помощник Ходовая Часть Будет вам Всегда Подаваться Вовремя И идеально Настроенной Обслуженной Правильно Я понимаю Нужно Думать Про Ведение ТО Там Заездок На заправку Только О цвете Занавесочек Которые Вы хотите Повесить На эти Поликарбонатные Стекла Типа того Наверное Понимаю Байку Пока все И последний Экспонат Который Обязательно Стоит Осветить Вот это Интересное Транспортное Средство Которое Внешне Можно Сравнить С моделью Ибо Масштабы Совпадают Но на самом Деле Это не Масштабная Модель Это Транспортное Средство В ее В реальном Габаритах В реальных Размерах То есть Это тоже Промышленный Образец Как я понимаю Это готовое Транспортное Средство Готовое Уже К реализации В рамках Проекта Интеллектуальное Ограждение То есть Это и охранный Модуль И транспортное Средство Ну Транспортное Средство Потому что Способно Перемещаться Оно Содержит Начинку Которая Позволяет Ему Выступать В качестве Охранного Модуля Но в принципе Может перевозить Наверное Все что угодно Можно сказать И другими словами Данная Комплектация Это охранный Модуль Который Напичкан Электроникой Позволяющий Ему Обслуживать Охранять Зону Подлежащую Скажем так Хране Немножко Тавтологии А вы можете прокомментировать Картинку Которую мы видим Вот какие-то там Лица Как Как в терминаторе Или как в хищнике Да Секунду Но Если не ставить Эту электронику Это можно Привезти в транспортное Средство Как мы говорили Перевозки мелких грузов На Супер Супер Легкой Супер Супер Легкой Транспортной Системе По Комплектации Охранного Модуля Значит Еще раз Что такое Это Проект Интеллектуального Ограждения Это Охрана Каких-то Закрытых Объектов Аэропортов Складов Ну Чего угодно Каких-то Конкретных Территорий Либо Например Границ В том числе Границ Государства Я думаю Рынок здесь Неисчерпаемый Для этого Продукта Ну Более того Можно объединить Он может охранять И перевозить Может быть такое Что установлено Установлена система Наблюдения То есть Это три Видеокамеры Видеокамера В обычном спектре Поворотная На 360 градусов Видеокамера Ночного Видения Но Тоже В видимом спектре И инфракрасная камера Для Ночного Видения Вот на экран Если мы взглянем Мы здесь Показываем Как раз таки Картинку Которую Видит Охранный Модуль В рамках Выставки Мы демонстрируем Людям В рамках работы Охранного Модуля Для чего это нужно Расскажите Информацию Аккумулирует И передает В центр управления Для чего нужно Ну К примеру Это мониторинг Охраняемой территории Если Охранный модуль Видит Наличие Какого-то объекта Которого там Не должно быть Он Распознает Этот объект То есть Система детекции Опасности Говорит Системе Это кто Это человек Или не человек Если это человек Это кто Это Свой охранник Или это Лицо Не занесено В базу данных То есть Предполагаемый нарушитель Вот я вижу Что там сейчас Бабурин Поэтому он его Распознает И ничего В этой связи Не предпринимает Виктор Все еще с нами Да Примерно так И вот Я вас кстати вижу И он точно так же Реагирует Значит Происходит Дальше Что Следующее Охранный модуль Останавливается Возле предполагаемого Нарушителя Включается Световая сигнализация Включается Шумовая сигнализация О нарушении Периметра И происходит Вызов То есть Сообщение Этой информации На центральный Пульт управления Где уже Оператором Либо Более Умной системой Происходит Принимается решение Оператор Либо более умная система Прекрасно звучит Мы уже В далеком будущем Да Соответственно Если это действительно Нарушитель Происходит вызов Службы реагирования Скажем так Которая моментально Приезжает И Ликвидирует Или Делает что-то еще С этим нарушителем Если Короче он Сразу же Аннулируется На месте Ну Наверное так То есть В комплектации Этого охранного модуля У нас Мы имеем 30 килограмм Его Собственной массы И Можем добавить Еще 30 килограмм Полезной нагрузки То есть В принципе Чтобы никого не вызывать Сюда можно установить Поражающие Элементы Да хоть какие Электрошокер Да хоть агренстрель Если это действительно Серьезный объект И есть на то Право То мы Можем предложить Такую Услугу Заказчику Для охранной границы Во время военных действий Наверняка Это вполне реально Вполне Ну Как-то так Спасибо большое Народу уже много Вас Уже ждут Спасибо большое Андрей Дмитриевич За такой прекрасный Разговор Подписывайтесь На наш канал Ютуб Следите за обновлениями Новостей На официальном сайте Ужгородной группе Компании СКВ По адресу nsvdkc.com Поддерживайте наш проект И у вас всегда Будут такие Прекрасные Грамотные Грудированные И приятные В общении Собеседники Строй Skyway Спасай планету Строй Могут быть как Реально Приветствую Приветствую Друзья Вот Ну Как Как Вот так Сейчас 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 У нас тут Еще одно Дудо техники Перископ уже Я про него забываю Всегда Приветствую Друзья Кто только в перископе Вот Вот Видите Мы сейчас Уже Ставим Ролик Сына Транса И Видите Конструктор Рассказывает Показывает Юнибайк То есть Это вот Сейчас Уже Становится Работать Как Доказательная База То есть Тогда Мы показывали И Нам Наши Доброжелатели Вот эти Вот Говорили Что Ну Это Макеты Показываете Это Ладно Игрушку Какую-то Там Привезли Фанерную Так Сказать Рассказывайте Какие-то Байки Теперь Друзья Когда На следующей Неделе Эта Игрушка Едет И Мы С вами Начинаем Говорить Ну Вот Друзья Сделали Для Этой Игрушки Теперь Путевую Структуру И Она Будет Ездить Ну Сначала Конечно Как Черепаха Потом Как Заяц Потом Как Лань А Потом Как Настоящий Юнибайк То есть Довольно Таки Быстро Я могу Сказать Друзья Вот И Соответственно Сначала Будут Естественно Потом Уже С выходом Все больше Высоты И скорости Это Друзья Начало Жизни Начало Испытаний И все Это Происходит На ваших Глазах Друзья Это Только 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 Происходит Это Только Только Делается И Если Кто То Может Сказать Что Это Можно Делать Быстрее Я могу Сказать Друзья Невозможно Это Сделать Быстрее Невозможно И Соответственно Юнибайк Который Год Назад Только Оформился Концепт Полгода Назад Как Начал Проектироваться За 5 месяцев Его сделали Потом Показали Сейчас Приступили К испытаниям Друзья Это Все Невозможно Сделать Быстрее Тут У нас Очередной Засланец Как говорится Все таки Пишет Андрей Его с Такой Скоростью Удаляет Что Я даже Не успеваю Просто Иногда Хоть Ход Мысль Надо Почитать Андрей Поэтому Сейчас Когда Засланцы Писать Будут Не убирайте Их Так Быстро На что Они Сейчас Я успел Прочитать Что Вот Вы Начинаете Делать А где Стрелки Где Развороты Где Все Это Самое Одно Могу Сказать Что Друзья Будет Все Верите Вы В это Не Верите Ли В это Как Вы Думаете Если Мы Говорим Что Мы Готовы Строить Городскую Систему И Что Не Предусмотрели Не Спроектировали И Не Продумали Систему Стрелок Переводов Обслуживания Стоянок Так Далее Все Это Друзья Есть Но Показано Естественно Это Все Будет Не В Один День И Не Все Сразу Опять же Отвечая На Все Эти Разговоры Засланцев Друзья Мы Очень Рады Хотели Сделать Вам Большой Подарок И Сначала Все Построить Все Испытать Все Досертифицировать Отработать Все Посадки Высадки Отработать Все Стрелки Все Сделать И только Потом Пригласить Друзья Смотрите Мы Готовы Мы Внедряемся Все Будет Но Друзья У нас Нет Такой Роскоши Мы Работаем Сейчас В крауд Инвестинговой Системе Мы Работаем С вами Как С Партнерами И Поэтому У нас Тоже Есть Очень Много Проблем Юницкий Очень Много Выделяет Этому Вниманию Когда Нельзя Показывать Нельзя Раскрывать Многие Ноу Хау Но К сожалению Для того Чтобы Показать Для того Чтобы Продемонстрировать 29 Юнибайк В движении Для этого Надо Построить Путевые Структуры Надо Построить Узлы Связки Надо Показать Очень Многие Крепления Это Уже И так Намного Больше Чем Надо Для того Чтобы Скрыть Ноу Но Без Патентуется Защищается И Это Уже Становится Защищенной Информацией Поэтому То Что Нельзя Показывать Еще Или Еще Не Запатентованно Оно Не Дел Поэтому Друзья Когда Нам Сейчас Даже Ход Мыслей У Всех Этих Бойцов Он Тоже Будет Дальше Понятен А Вы Скорость 150 А Он У Вас Едет Со Скоростью 10 Ну Я Как Уже Говорил Что Когда Ребенок Рождается Он Сначала Вообще Ползает Потом Начинает Неуверенно Ходить И Только Потом По дому Так Что Боишься Словить Потому Что Все Эти Двери Повышивает Я вам Друзья На примере Могу На своем Сказать Вот Поэтому Друзья Сначала Будет Небольшая Скорость Это Первый Шаг Потом Скорость Будет Увеличиваться Потом Будут Увеличиваться Пролеты То 200 400 200 На следующий Год Пойдет 400 800 400 Потом Будет 800 1,5 800 Все Друзья Будет Но Не Сразу Это Можно Сказать По Мере Финансирования По Мере Решения Заказов Потому Что Такие Большие Пролеты На Них Надо Иметь Определенный Заказ 200 400 200 Это Заказ Всей Городской Инфраструктуры За счет Этого Можно Решить Практически 90 Процентов Всех Проблем Сегодняшних Мегаполисов Это Проход Авиадуков Эстакад Это Рвы Небольшие Здания Которые Можно Обходить Это Все 200 400 Для Решать 100 Проблем Мегаполиса И Крупных Больших Рек Для Этого Надо 400 800 400 А Потом Со Временем 200 400 800 1,5 Это Тоже Друзья Будет Со Временем Но По Мере Того Как Будет Развиваться Проект Вот Поэтому Друзья Давайте Еще Раз Все Таки Остановимся Я Буквально В трех Фразах Про 29 Ноября 29 Ноября Друзья Это Не Демонстрация Технологии Skyway Это Не Какое Род Шоу Это Рабочий Момент Который Приурочен К тому Что Приезжают Наши Партнеры Род Хук Сенаторы Заделоиды Наши Партнеры Из Аурикона Которые Проектируют Сегодня Высотные Здания Совмещенные С Анкерной Опорами Которые Официально Нашими Партнерами Для того Чтобы Обсуждать Строительство Первого Адресного И уже Проектировать Первый Адресный Проект В Австралии Вот Как раз Это Будет К их Приезду Анатолий Дварович Как раз Постарался Сделать Максимум Чтобы Юнибайт Который Был В Берлине Чтобы Он был Потому что От нас Там Требуют А когда Вы это Покажете Вы обещали В октябре Это сделать А теперь Вы затягиваете Друзья Это Совмещение Технического Момента По Адресному Проекту С приездом Делегации И с показом Там будет Еще ряд Крупных Бизнесменов Из Европы Америки Канады Израиля Как вы понимаете Бизнесменов Я не могу Называть И показывать Там У нас Будет Съемка Михаил Кириченко Будет Работать И с Никитой И с Женей Петровым Поэтому Будет Очень много Интервью И кто Изъявит Желание Кто захочет Сказать Тех вы Друзья Интервью Увидите Я буду Это показывать Все в перископе Опять же Только в той Части Где люди Сами захотят Чтобы Или кто Попросится В кадр Не попадать Потому что Это друзья Тоже Очень серьезные И богатые Люди Поэтому Не все Хотят Попадать В перископ И Кто-то Наоборот Попросит Посмотрим Уже Походу Вот Поэтому Какие делегации Там будут И что Будет Это Вы друзья Все увидите Походу Вот И поэтому Сейчас Обсуждать Или делать Это Уже Смысла Нет Никакого Значит Продемонстрировано Будет Только то Что На этот Момент Будет Готово И то Что Готово Будет Уже К работе Вот То есть Планируется И готовится Сейчас Запуск Юнибайка И Юнибуса Вот Но Так как Все-таки У них Разный Вес И Ариентация Была На то Что Сначала Все-таки Будет Первый Прогон Юнибайка То Сейчас Затачивается На то Чтобы Первую Трассу Продемонстрировать Именно С работы Юнибайка Но Насколько Я знаю Насколько Мы обсуждали Вопрос Что Юнибус В общем-то Тоже Готовится К испытаниям К ходовым Но Будет ли Он Продемонстрирован Именно 29 Ноября А не 14 Декабря Потому Делегации С Индии С Китая С Филиппин А нет С Филиппин Будет В этот раз Официальная Правительственная Делегация В общем Друзья Это Опять же Сейчас Мы вам Это говорим Как декларативное Вы хотите Верьте Хотите Не верьте Хотите Относитесь К этому Это мы Говорим Что Готовится Такое Событие Его готовится Компания И мы С вами Как на Вебинарах Которые Идут По теме Skyway Мы рассказываем О том Что Мы не официальный Канал И мы Не то Что сегодня Доводит Информацию Официальная Компания Для этого Есть репортажи Для этого Есть официальный Сайт Для этого Мы сегодня Друзья Партнеры Мы с Алексеем Такие же партнеры Как и все остальные Мы работаем Рассказываем Мы привлекаем Новых людей И в проект И инвесторов И соответственно Таким образом Продвигаем проект Чем мы Несколько Отличаемся Ну лично Я допустим То что Есть у меня Некое Такое Ну не сказать Преимущество Это неправильно Сказать Некие Такое Отличие От других Партнеров И от других Людей Которые Рассказывают И привлекают В проект Скайвей Я с Юницким Работаю Сотрудничаю Уже больше 16 лет Я про проект Знаю Изначально Как только Он появился В России И При меня Принимал Определенное Участие И в строительстве Первого полигона В озерах И потом В продвижении Ряда Губернатором И крупным структурам Поэтому Я несколько Я об этом Так рассказываю И показываю Тут вопрос На засыпку Что одна Прямая Низкая Трасса Это максимум Вице-президент Сименс Хотел увидеть Большие пролеты Слушай Вот этот вопрос На засыпку Еще раз говорю Все будет И все Просим ответить А не Подтарить Комменты Ну я не знаю Если Это тот Который вопрос На засыпку Вопросы задает Вот еще раз Отвечаю Что 29 Ноября Это показ Первый Трасс Прямой С возвратом 200 400 200 Дальше Готовятся Развороты Стрелочные Переходы Разнования Системы Мы все это Будем показывать Со временем По мере того Как это будет Готово Мы будем Показывать И делать Сначала Декларировать А потом Поэтому Если Что к 29 Или заставите Делегации Каждый месяц К вам ездить Во первых Друзья Сейчас едут Делегации Которые Хотят увидеть Первое Технологию Которая готова Что мы ее Декларировали И она есть Параллельно Друзья Там Сейчас подготовлена Специальная Комната Или специальное Скажем так Помещение В котором Можно проводить Презентации Даже зимой А с другой стороны Друзья Приезжают партнеры Которые Рассматривают Несколько Проектов И с одной Стороны От нас От трассы Будет уже Вестись И сегодня Ведется монтаж Это первого Разгонного Участка Высокоскоростной Системы Совмещенный И с городской И с грузовой На 50 миллионов Тонн А сверху Это 500 километров В час И этот монтаж Идет И все Кто наши Партнеры Они увидят Как это делается Монтируется Двигается С другой стороны Идет сегодня Монтаж Анкерных опор И промежуточных Опор Для грузовой Системы Которая Рассчитана Уже на 200 миллионов Тонн Поэтому Это друзья Идет И мы хотим Показать Друзья Неготовую Систему Я еще раз Отвечаю На эти вопросы У нас нет Такой роскоши Мы не можем Сегодня собрать Все деньги разом Инвестировать Построить А потом показывать Мы показываем Нашим партнерам И инвесторам Что сегодня Друзья Промежуточный этап Начинается Первые ходовые испытания И что мы К этому этапу подошли Дальше будут Следующие 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 И была начальная точка Потом Ротхук приезжал Два раза Когда строились Промежуточные Анкерные опоры И подвижной состав Он видел все это В цехах Сегодня Это начинается испытание Дальше будут Следующие Этапы И нам важнее Показать Друзья Что мы в состоянии Это делать И то что мы Декларируем Мы делаем А по срокам Здесь Вот те кто пытаются Сегодня Поставить Вину о том Что в октябре Обещали показать Путевую структуру Начало ходовых испытаний Вот конец ноября Вы сегодня делаете Отвечаю друзья На этот вопрос И надеюсь Что это все пойдет В сетях И вы вот этим Засланцам И засранцам Которые задают Постоянно одни и те же Вопросы Можете Это комментировать Друзья когда мы говорили И показывали В мае месяце Прошлого года Начало путевой структуры Строительства И подвижной состав Юницкий делал ферму И задачу Под первый километр И снизу Подвесной Юнибайк И Юнибус По мере развития работы И что самое важное Задачи которые ставились И еще более важное Это финансирование Которое постоянно Развивалось Юницкий сделал Следующий Очень ответственный шаг Я могу сказать Он начал делать сейчас Четыре трассы Одновременно Друзья четыре О том что Система под Юнибайк И Юнибус Будет готова К 29 ноября Я честно говоря Друзья узнал только На выставке Из интервью Когда Зайцев говорил О том что мы сегодня Трассу для легкого Юнибайка И Юнибуса Раньше сделаем Чем разгонный участок Для меня это была Первая новость Я не ожидал Я думал что все таки Юнибайк И Юнибус будут подвешены Под первую ферму Которая сегодня монтируется Но Юницкий Продемонстрировал И показал друзья То от чего в шоке Был просто первый Вице-президент Сименса Он сказал что наши машины Городского цикла Юнибайк и Юнибус Пойдут пролетами 200 и 400 метров Без промежуточных опор Без удорожания Путевой структуры И вот это все друзья Изготовлено И подготовлено Спроектировано Изготовлено Испытано И сейчас Готовится к демонстрации Друзья Менее чем за 4 месяца Если кто-то мне будет говорить Что это Огромные сроки И что мы говорили одно А делаем другое Это как раз Друзья Говорит о том Что сегодня Уверенность в том Что мы с вами делаем Намного возрастает И Юницкий взял На себя сейчас ответственность Строить сразу 4 трассы Одновременно И уж извините Вместо одной Когда строится сразу 4 трассы И мы говорим Что да Сегодня Это демонстрация В ноябре Ну извините Так получилось Вот я думаю Что те кто понимает Они Ценность этой информации И ценность этого значения Они ее понимают А те кто Задача говорить Что все равно Него не будет Им все равно Приводи какую аргументацию Друзья Они все равно Будут говорить одно и то же Что все это ерунда Поэтому для тех Кто сейчас Друзья понимает И почему Именно акцент Был сделан На 200-400-200 Потому что Это что не может Повторить ни одна технология Даже в принципе На весь вопрос Ну ладно Вы показали 200-400 Сразу идет ответ Следующий будет 400-800-400 Ну и чтобы Мало не показалось Что уже проектируется И в принципе На следующий год Будет начато изготовление А через год Продемонстрировано Это полтора километра Одним пролетом Вот здесь друзья Я могу сказать Что никто Близко не может Подойти к таким характеристикам Потому что Любой вантовый мост Который идет на Ну я приведу Сразу цифры Что 2700 метров Тремя пролетами То что сделали Китайцы сейчас Это самый большой Длинный вантовый мост Так вот друзья Он стоит 17 миллиардов долларов Еще раз повторю 17 миллиардов Не 17 миллионов долларов Не 17 миллиардов долларов Чтобы вы понимали Соотношение У нас Путь который будет Над землей На расстоянии 17 метров На расстоянии 40 метров Где юнибайт Будет идти Над землей То есть в прямом смысле Прямо на нескольких Сантиметров Над землей А возвращаться будет 200-400 метров Цена и туда И обратно Абсолютно одна и та же Как вы понимаете Если вантовый мост Такой длины Стоит Миллиард Евро Миллиард То мы там Миллиарда не потратили Друзья У нас его просто нет Мы там и 100 миллионов Мы там и 10 миллионов На это друзья не потратили Так что Я могу сказать Что соотношение Цена литр градус То есть Соотношение Качества цены И результативности Который дает Она сегодня Аналогов не умеет И это как раз Ответ на то Почему мы не боимся Конкурентов Потому что В интервью Видели Зайцев сказал Что сегодня От Тесла Мы отличаемся Более чем В 17 с половиной раз Ну поэтому Какая может быть Конкуренция Если по всем Характеристикам У нас друзья В 17 раз Отлична В сторону Запаса прочности И запаса эффективности Поэтому естественно Друзья Что теперь Осталось Когда мы говорим В 17 раз Это декларируемая цифра Еще раз друзья Вы должны постоянно Понимать Разницу Между декларацией И демонстрацией Все что до этого Мы с вами говорили О конкурентных преимуществах А то что может Это декларация Возможностей Skyway Это не бла-бла-бла Это не пустые слова Друзья Еще раз Это Декларация А вот сейчас Мы делаем демонстрацию И это разница принципиальная То есть Когда мы подходим К тому что За каждое слово За каждую характеристику За каждую техническую цифру Которая озвучивалась На полигоне Она изучается Проверяется Испытывается И подтверждается И соответственно Следующий момент Друзья Тоже очень много Вопросов По поводу Сертификации Я могу сказать Что эта работа Уже начата И сертификация В Белоруссии Будет в первую очередь Она будет закончена Уже весной Лету То есть К началу первых адресных Проектов Запуску первых адресных Проект В России Эта работа Тоже очень активнейшим Образом ведется Поэтому в России Тоже будет Сертификация Проведена Довольно таки В сжатые сроки А сертификация В странах Заказчиках Такие как Канада Америка Израиль Это тоже Работа Будет вестись Но она будет Зависеть В большинстве случаев От тех партнеров Совместно с которыми Мы будем Это продвигать Но так как Я могу сказать В каждой стране Это очень Значимые И очень весомые Силы То я думаю Что в Канаде Во всяком случае Наши партнеры Которые приезжают На начало демонстрации Они как раз Подтверждают Что они готовы Взяться И провести Весь вопрос Сертификации В Канаде А он Приемлем И для Европы И для Америки И для Израиля Поэтому эту работу Будем вестись В разных направлениях Единственное что Сразу можно сказать Что это Не то что Нам чем-то пугает Что это Сверхъестественные Или непреодолимые Силы Решения Нет друзья Это все будет В плановом порядке Все сделаться И под это Делается специальная Группа специалистов Они работают Уже работают И так же Как было изготовлено Испытано Так же в свое время Будет и сертифицировано Поэтому друзья Тоже Все эти пустые разговоры По поводу того Что вы никогда Не получите Сертификат безопасности Это тоже друзья Просто пустая болтовня Потому что люди Которые проектируют И делают Эти машины Соответственно Они же решают задачи По сертификации Поэтому тоже Прошу эти вопросы Снять И больше их не задавать А тот Кто пытается Постоянно На этой теме играть То он Наверное Решает Какие-то Задачи Так Андрей Есть еще какие-нибудь Интересные вопросы На которые Можно было бы Так сосредоточиться Ответить Потому что Этот там Который Все засланец Пописал Пописал Я смотрю Как-то он Потихонечку Сдулся Будет ли В Эклопорке Строиться Типовых Башен домов Для линейного города Или это будет Только в адресном проекте Значит Я могу сказать Проектировка Первых Экодомов Идет И кластер Уже проектируется И на следующий год Весной Причем Я думаю Прямо даже В конце марта В начале апреля Уже начнется строиться Как это будет Все делаться И как это будет Оформлено Вы все увидите Вот То есть Юницкий Как раз покажет И Кластер Который есть В линейном городе И экодома То есть Которые будут Строиться И жить Которые будут Сопровождать Скайвей Это все друзья Более того Могу там Чуть-чуть Приоткрыть Это Что Эти дома Уже не то что Проектируются А уже Идет изготовление Узлов и агрегатов Поэтому Весной Прямо Март Апрель Как только будет Сходить снег Начнется уже Строительство Первого кластера Поэтому Естественно Что в экотехнопарке Будет продемонстрировано Все И все виды Дорог Все виды Транспорта И все виды Коммуникаций И все виды Группы технологий SkyTech Как мы уже говорили Это и строительство Это и гумус Это и Вакуумные стекла Это и новая энергетика Которая делает дом Абсолютно независимой По теплу Электроэнергии Это будут Технологии Которые сделают Абсолютно независимой От углеводородов Этой системы транспорта То есть И сначала Замещающие Электричество Потом Уже самостоятельно Вырабатываем Электричество Это друзья Все то Что будет ожидаться Для этого Экотехнопарк Собственно И создан Для этого Он и будет Самой Квартиры будут продавать Нет Квартиры мы продавать Не будем Друзья Просто Логика Линейного города Там где будет Проходить Линейный город Это комплексное Освоение территории Там будет И сельское хозяйство Там будет Жилье Там будет И фабрики И заводы Там будет И обучение Там будет все То есть То есть логика линейного города, друзья, это принципиально новый подход к освоению территории, который, так сказать, это. Ну, про дома мы с вами будем делать отдельные вебинары, мы вам расскажем именно про эко-дома, именно Skyway и SkyTech, то, что будет предлагать. И я могу сказать, что вам эти дома на 99%, те, кто с нами в проекте, вам эти дома понравятся. Во всяком случае, я себе такой дом заказывать буду обязательно, вот, в том линейном городе, который вот сейчас проектируется. Где в конкретном месте, пока сказать не могу, вот, но это проработка идет, но то, что будет заказывать, будет. Так, сильно ждем презентацию в Израиле. Ну, сейчас я могу сказать, что у нас из Израиля будет даже не одна, а три делегации различных, которые будут рассматривать и адресные проекты, и работу в Израиле. Рядом с них, из этих людей мы покажем интервью, вот, возьмем обязательно репортажи, вот, 29 ноября. Так что увидите очень много, что и как будет происходить. Ну, вот, друзья, давайте, скажем так, вот, тот этап, на который сегодня происходит, что я бы еще хотел акцентировать внимание, что Анатолий Юницкий сейчас меняет систему управления группой компаний Skyway, именно в том плане, что инженерные задачи сейчас требуют в связи с тем, что строительство, испытания, инженерия требует постоянного его внимания. Он подготовил сейчас целую команду менеджеров, на которых постепенно переводят именно оперативное управление. Вот, это все абсолютно доверенные и надежные для него люди. Вот, соответственно, эта работа сейчас идет очень активно. Юницкий сосредоточился именно на инженерных задачах, которые полностью его, вот, я даже несколько дней сейчас по вечерам не могу звониться, потому что он очень поздно приезжает, соответственно, со строительной площадки, потому что это сейчас все внимание поглощает. Естественно, друзья, тут нельзя не сказать, что есть, как и всегда, проблема с подрядчиками, потому что то, что вынуждено заказывать на стороне за то, что не несет ответственность уже инженер и конструктора, это всегда может выполнено и быть не точно, и с несоответствием. Поэтому эти проблемы, друзья, как и всегда, кто сталкивается со строительством, что такое проблема подрядчиков, вы, наверное, знаете, существует и сталкиваемся с этим, естественно, и мы при строительстве. И тут вот разговаривал Юницкий прямо так в сердцах, что все остальные адресные проекты будем строить только своими строительными отрядами, будем только набирать свое, создавать свое, изготавливать, испытывать здесь, легче изготовить здесь, в Белоруссии, потом отвезти в Австралию и построить, собрать там, чем нанимать бригаду подрядчику там, везти и делать там. Соответственно, это тоже новый концепт, и в Канаде, и в Америке, и в Австралии, и в Израиле будем строить своими строительными отрядами, которых будем учить в Марьиной Горке, которые будут сами уже уметь собирать, делать эти готовые конструкции, только там их собирать. И это будет стопроцентная гарантия, что там это будет собрано в срок, и самое главное, качество с тем, на сегодняшний момент основная проблема, которая идет при строительстве, при изготовлении. Потому что без проблем, к сожалению, как вы понимаете, такого рода проекты не бывают, но инженерные вопросы решены все, технологические вопросы решены все, изготовление и испытания вопросы решены все, поэтому, друзья, мы сейчас с вами становимся свидетелями, что мы подходим к началу первых ходовых испытаний. То есть, друзья, еще раз, это не демонстрация технологии. Это начало ходовых испытаний. И мы почему вынуждены это делать, еще раз, друзья, говорю, в прямом эфире показывать, потому что это отчет, и это только то, что позволяет сказать, что технология существует. У нас нет с вами роскоши о том, чтобы сделать все в закрытом режиме, а потом продемонстрировать уже готовые машины, как Джобс в свое время делал, когда показывал, говорит, ну вот, ребята, и то утечку информации они делали всегда. Хотя, я думаю, друзья, мы подходим к тому времени, когда будут заказывать конкретные проекты, инвесторы будут финансировать эти проекты, а мы будем уже только показывать результат. Это, друзья, тоже то время, которое мы с удовольствием ждем. И так уже сейчас 108 стран-участников за 700 тысяч активных участников проекта. Те, соответственно, свое производство, которое сейчас делается и вооружается уже для того, чтобы полностью обеспечить машинами первые адресные проекты, это тоже, друзья, все есть, но это мы с вами все покажем, обсуждаем, и посмотрим уже после 29 ноября, где, я надеюсь, уже ни у кого не повернется сказать язык, что вас нет. Вот, поэтому сейчас, когда мы на фотосессии, тут когда готовили, тоже на следующей неделе вам будет большой сюрприз, вот, когда мы с Алексеем, с Антон Дуановичем, вокруг этого юнибайка, и в обнимку, и лежа в нем, и под ним, в общем-то, так сказать, когда действительно осознаешь, что это создано при твоем участии, и мы все участвовали в создании новой мировой концепции транспорта, вот, теперь осталось только увидеть, потрогать и посмотреть, как это уезжает вдаль, чтобы с чистой совестью сказать, что, ну, поехали. Алексей, передаю тебе слово, а я, как всегда, в конце, друзья, небольшой завершающий этап, который у нас будет на этой неделе 26 числа Большой Телемост, где мы как раз уже прямо в преддверии 29 числа всей командой директоров Skyway Capital дадим отчет за месяц, который будет, покажем вам перспективы и планы ближайшего времени, вот, ну, Алексей, как всегда, свой взгляд на то, что сейчас происходит. Алексей, тебе слово. Благодарю, Сергей Анатольевич, дорогие друзья, ну, собственно, все рассказал, рассказал, что можно было максимально рассказать на сегодняшней неделе, на дневном вебинаре, кто желает послушать и в записи потом. А сейчас я хотел бы буквально сжато, кратко рассказать то, что у нас произошло непосредственно вот в структуре моей, Сергея Анатольевича, при контакте с потенциальными крупными инвесторами по инициации новых адресных проектов. Я хотел бы немножко вам показать историю развития одного из адресных проектов, и сейчас он действительно как бы стремительно развивается. Я еще раз хочу показать для тех, кто желает развивать адресный проект, что это дело не нескольких недель, месяцев, это многие месяцы занимает, но, соответственно, тот, кто стремится и тот, кто развивает, действительно сможет потом претендовать на определенную роль и, возможно, в составе директоров, управляющей компании, которая будет создана. Сейчас я хотел бы пообщаться по поводу Пуэрте-Рико, то есть это замечательная страна, которая также нуждается в нашем транспорте, и Роман, это замечательный парень, бравый, боевой, отважный, уже более трех месяцев сам начал развивать адресный проект, сам он родом, не родом, а проживает в Америке, и сам ездит в Пуэрте-Рико для того, чтобы пробивать сквозь незнание о технологии и доносить концепцию, каким образом мы можем реализовать технологию SkyWave Пуэрте-Рико. Здесь вы видите отдел инфраструктурных проектов. Женщина, вот я могу сказать про магию такого эффекта рикошета, который, как вот я называю, то есть это множественное касание той же задачи с разных сторон. И Роман, когда познакомился с этой женщиной, она его вывела на знакомство с, возможно, даже родом, хуком в юбке. То есть это покажет время на самом деле. Но появился очень нужный человек по инфраструктуре в Пуэрте-Рико, то есть тот, кто занимался именно инфраструктурными проектами. И женщина, менеджер проекта экологических чистых технологий в отрасли машиностроения, департамент транспорта Пуэрте-Рико, который имеет прямой выход, соответственно, и контакты на Министерство транспорта Пуэрте-Рико, познакомилась, точнее Роман с ней познакомился. И, собственно, вот уже в январе, я думаю, планируется приезд делегаций, в том числе Пуэрте-Рико. И тот проект, который у них подморожен, это Кагуаз, столица, именно трасса чуть больше 20 километров между столицей и другим городом. Там огромнейший пассажиропоток, ну и, естественно, и интересное грузовое направление для Пуэрте-Риканцев. И уже, я думаю, что будем выводить, в том числе, на представителей головной компании, на краткий такой бриф-разговор по Скайпу, который когда-то у нас был первый краткий разговор и с Родом Хуком. И вы видите, чем это увенчалось. То есть для тех людей, кто готов инициировать адресные проекты, действительно понимает ответственность, понимает, что это произойдет не через несколько даже месяцев. Это можно развивать и больше года, как вот обстояло по Челябинску. И сейчас этот процесс также не особо быстро развивается, но, естественно, развивается. И тот, кто готов, мы всегда с Сергеем Анатольевичем готовы рассмотреть предложение и уже общаться по конкретике, по адресным проектам, либо по крупным потенциальным инвесторам, если нужна какая-то помощь в нашем общении. То есть сегодня я общался с Данией, замечательная женщина, причем удивительно, что парень, проживающий в Челябинске, то есть мой земляк и тот, который присутствовал на многих конференциях, именно уральских, созрел и вспомнил контакт, что есть женщина, сегодня мы с ней пообщались, посмотрим, что из этого получится, ну и, естественно, пообщавшись по конкретике, женщина, которая имеет также выходы на министерство, на губернаторов, немножко по-другому у них губернатор называется, я не запомнил слово, и будем прорабатывать, потому что время пришло, и те, кто чувствует себе также силы, и не то, что силы, а конкретно знает за инвесторов, я хотел бы также дать форму допуска, регистрации на посещение Экотехнопарка именно вот крупными инвесторами. Хотелось бы остановиться, от какой суммы имеется в виду крупная инвестиция, и хотелось бы, чтобы вы это осознавали и понимали, дорогие друзья. То есть крупная инвестиция, если говорить про народное финансирование, это, ну, сейчас самая крупная инвестиция от одного из бывших губернаторов Российской Федерации, это 330 тысяч долларов, и если 100, 200 тысяч долларов, лучше, конечно, 300, 400, 500 будет желание инвестировать, то можно организовать таких людей в группу, не дожидаясь до массовой презентации на нашем экофестивале в апреле, и, соответственно, выбрать дату, найти свободное место в расписании, и продемонстрировать технологию в движении. Ну, это будет уже не уникальная такая вот индивидуальная презентация, просто будет Unibike и Unibus уже на тот момент ездить на экотехнопарке в постоянном режиме функционирования, и желающие люди смогут посмотреть. Это касается и представителей властей, то есть я не раз говорил, и Сергею Анатольевичу мы упоминали, что давайте повторим опыт Челябинской области, и в тех регионах, в которых можно это сделать, давайте сделаем. То есть это в первую очередь касается Самарскую область, это в первую очередь касается Казань, Екатеринбург и регионы, которые прорабатывали адресные проекты, но до завершающей стадии именно в плане заключения инвестиционного соглашения, в плане бюрократии и дипломатии адресных проектов до этого периода не дошло. Давайте, пожалуйста, доведем. Мы всячески готовы Сергею Анатольевичу помогать и способствовать. Соответственно, вот эта форма, передавайте ее, но с теми рекомендациями, пожалуйста, именно то, что инвесторы от 100-200 тысяч долларов, это что касается народного финансирования, и крупные инвесторы, крупнейшие инвесторы уже от миллиона долларов. То есть подобные инвесторы у нас приедут на демонстрацию на генеральный технологический прогон уже в конце ноября, и мы увидим, я думаю, первый эффект от данного технологического прогона, и уже в постоянном режиме начнется уже функционировать Экотехнопарк с действующей технологией. Поэтому подумайте, поднимите контакты в голове серьезных людей, донесите им информацию, естественно, о проекте. То есть мы не будем, скорее всего, общаться, если информация не была донесена, и человек не поедет, если ему не было рассказано о проекте. Все подготовительные письма, введение в проект и так далее, у нас вся эта схема есть. Пожалуйста, обращайтесь, заполняйте форму, пишите мне, Сергею Анатольевичу, и будем ускорять процесс, естественно, при конкретике. То есть не просто, что нашли где-то в интернете человека, а при конкретике, дорогие друзья. Хотелось бы обратить на это внимание. И небольшой инцидент у нас произошел по адресным проектам. С Виктором Бабуриным у нас всегда был спор. Я, естественно, как один из людей, активно продвигающих инвест-проводящую систему, помимо занятия адресами, общения с чиновниками, с представителями властей и с различными инфраструктурными проектами, организациями. Я в первую очередь занимаюсь сейчас, естественно, построением сети, как и Сергей Анатольевич. У нас есть своя сеть. Мы развиваем направление в различных странах на территории Российской Федерации. Скоро вот Италия открывается, очень мощные лидеры там присоединяются. И хотелось бы отметить тот факт, дорогие друзья, что инвест-проводящая система мы с вами можем как принести пользу развитию адресных проектов и формированию общей масштабной серьезной капитализации нашей международной корпорации Skyway, но и навредить. Вот насчет навредить я хотел бы без указания конкретных регионов, стран, имен вам просто объяснить, что дорогие друзья, те, кто делает какие-то посты в социальных сетях и размещает информацию, пожалуйста, ссылайтесь только на официальные источники. Это очень-очень важно, потому что может так совпасть, что просто политические события складываются таким образом, что можно назвать человека, с которым ведется переговоры и общение, немножко другой должности, и это уже возникнет непонимание, недопонимание. Это может навредить развитию адресного проекта, который, может быть, месяцами выстраивался, либо еще больше период времени. Об этом мы обязательно, что касается Skyway Capital, подготовим памятку, и в личном кабинете она будет размещена, каждый будет соглашаться с этой памяткой, то, что он берет на себя ответственность за размещение информации. Информационное поле, настало пора, дорогие друзья, максимально фильтровать и делать действительно официальным наше информационное поле. Потому что вот такие вот первые звоночки, непонимание и просьба удалить определенные сообщения в социальных сетях, делать по минимуму, к примеру, продвижение в социальных сетях по тому или иному адресному проекту, они заставляют нас задуматься и применять вот таким вот, не то что крайним мерам, это абсолютно оправданные меры, но, дорогие друзья, я могу сказать, что для тех, кто не будет соблюдать и будет замечен, будет система предупреждения, также карательные меры, наказания, как без этого, иначе не будет никакого стимула это соблюдать. Поэтому это появится в личном скором времени. Также мы постепенно в этой памятке подготовим ответы на основные вопросы, которые возникают в первую очередь, то есть это что такое сертификация, когда она будет, когда теоретически планируется стоимость уже на тот момент акции по номинальной стоимости один к одному, под чего у нас будут формироваться дивиденды, из-за чего они будут расти и так далее и тому подобное, почему сейчас не следует называть акциями обязательства международной компании Skyway и многие ответы. То есть это будет дана официальная информация, которую мы будем согласовывать с головной компанией. Пожалуйста, давайте ответы на эти вопросы именно таким образом, а не как-либо иначе. И Сергей Анатольевич сказал, что даже наши вебинары, да, можно ссылаться как на наше личное мнение, но я рекомендовал бы, если вы развиваетесь на просторах интернета, будь то это Twitter, будь то это Instagram, будь то это Facebook, Одноклассники, либо ВКонтакте, пожалуйста, используйте максимально официальную информацию, потому что это очень важно. Не знаешь, где проснуться тролли, как они информацию эту используют, но вот с таких вот, повторюсь, первых звоночков мы вводим такое правило. Кто считает, что правило не своевременно к введению, поставьте минусики, либо наоборот плюсики, что считаете, что да, действительно, нужно максимально очерчивать рамки нашего информационного поля для блага проекта. Но, дорогие друзья, вот немножко такой вот бюрократии по информационному полю, никак без этого не обойтись, и я хотел бы также немножко вот таких вот своих суждений, которые приходят после прочтения определенной литературы и так далее, я всегда накладываю на проект Skyway. Недавно я ознакомился со статьей, что к 2021 году планируется вообще вот использовать в плане интернет вещей колоссальное количество различных приборов и устройств. Как вы думаете, какая цифра, дорогие друзья? Я был поражен на самом деле цифре, это 500 миллиардов вещей. И вы помните, что мы говорили о том, что 1 миллиард юнибайков будет способен заменить 46 чернобыльских АЭС, либо обычных атомных электростанций, то есть это фактически больше, чем современная атомная энергетика. И вот коллеги Игорь мне сбросил информацию, что Вьетнам вообще собирается отказаться от атомной энергетики. Сейчас тренд возобновляемой энергии. Я уж не говорю про такие стартапы, которые на самом деле нам очень близки. Мы сейчас молоды, чтобы думать об этом. Но я могу вам сказать, что уже в обмен на солнечную электроэнергию можно зарабатывать криптовалюту. И есть такие абсолютно официальные стартапы, причем в различных странах. Да, естественно, чтобы 1 мегаватт в час обменять на solar единицу, которую в свою очередь можно обменять на биткоин, либо доллар, нужно попотеть и выработать большое количество энергии. Но помним, что 1,5 киловатта в час запитка аккумулятора с помощью мускульной силы позволит нам перемещаться на юнибайке 60 километров в час. То есть, если тренд выработки такого огромного количества электроэнергии имеет смысл именно при выработке мускульной силы, что люди будут не просто крутить педали, они смогут передать эту энергию. Ну, это немножко такое предположение практикующих футурологов. То что-то мне подсказывает, чем больше юнибайков будет появляться, чем больше возможностей с помощью мускульной силы и с помощью других упражнений можно будет использовать и формировать огромное количество энергии, возможно, в будущем, предположительно, потенциально, теоретически. Это лично мое мнение, как сегодня зарабатывают на ютубе блогеры с помощью просмотров, патлеты, спортсмены, как Адриан Кармоци, с помощью занятия спортом, фитнесом будут вырабатывать большое количество энергии и, соответственно, на этом зарабатывать. Это, дорогие друзья, абсолютно прослеживаемый тренд, который теоретически свершится. Ну, и если говорить еще про суждение, которое появилось в моей голове, очень большой интерес и Нобелевскую премию, на самом деле, человек за это получил, уделяют именно паросочетаниям. Что такое паросочетание? Чтобы интерфейс одного устройства сочетался с интерфейсом другого устройства, то есть это USB-порты и так далее, это тоже паросочетание. Семейная жизнь, чтобы один человек нашел другого человека и они сочетались как нужно, жили долго и счастливо. Так вот, дорогие друзья, у нас внутри сети Транснет может быть вообще максимальное паросочетание. Это будет не только единое транспортное, энергетическое, коммуникационное, информационное, социальное и даже финансовое, децентрализованная сеть, потому что мы сейчас всерьез задумываемся над технологией блокчейн и придет время, что будем также задумываться, вот как стартапы, с солнечной энергетикой, насчет своей какой-то альтернативной единицы. Посмотрим, как будут складываться обстоятельства, складываться, естественно, геополитические события. Но тренд развития блокчейна, он говорит о том, что это логично сделать также децентрализованное направление. И если говорить про паросочетание, то это будет глобальная распределительная сеть. Она будет распределять все. Вот как Сергей Анатольевич говорит, что на ответ троллей, что будет показано, когда будут стрелочные переводы, когда будет многоуровневая система перевозок и так далее и тому подобное, будет показано все. И, соответственно, внутри сети Transnet распределяться смогут и товары, и различные услуги даже внутри юнибусов, внутри юнибайков. Естественно, будет информационное поле. То есть человек сможет зайти на определенные ресурсы, посмотреть либо на своем мобильном приложении, либо внутри юнибайка, юнибуса, через монитор, сенсорный экран, что располагается ближе. Не будет вообще, скорее всего, того, что мы видим на московских метро. Вот эта вот линия метро, когда человек, который только попадает в Москву, не понимает, как добраться и разбирается, благо есть мобильные приложения. Все эти удобства будут внутри нашей сети Transnet. И все, что перспективное сейчас появляется, что-то нам подсказывает, как практикующим футурологам, что это все максимально будет вбирать универсальное, как мобильное персональное пространство, так и мобильное общественное пространство. То есть юнибайк и юнибус. Это, дорогие друзья, наша предстоящая реальность, наше предстоящее будущее. Если невозможно спорить с эпохой надвигающейся реальности мобильности 4.0, о которой говорит Виктор Бабурин, мы хотели бы ввести понятие, как мобильность 5.0. Это совмещение рынка интернет вещей, это совмещение именно глобальной сети транспортной, энергетической, коммуникационной, информационной, децентрализованной и распределительной сети Транснет, и совмещение всех удобств, которые имеются, всех технологических новшеств. Всегда у компаний есть определенный вопрос, а какой будет спрос, а где это будет применяться. И для таких компаний как раз-таки мы создаем заранее спрос, и что-то нам подсказывает, опять же, что этот спрос будет пользоваться большой популярностью, то есть фактически наши подвижные составы, наша сеть Транснет, это и будет дополнительным рынком спроса для тех корпораций, компаний, которые сейчас, может быть, даже не знают, как применить технологические новшества, но так как это интересное изобретение, они создают их и пытаются выводить на рынок. Вот такой вот футуристический обзор, дорогие друзья. Ну, а я передаю слово Сергею Анатольевичу Собирякову. До скорых встреч. С вами Алексей Суходоев. Спасибо, Алексей. Ну, я, честно говоря, просто я тут в перископе параллельно общался, не оставишь же выключать, так сказать, это. Вот, ну, конечно, вот так вот со стороны смотришь, то, что говорит Алексей, такие вещи, конечно, для неподготовленных и новичков, которые шли и только это услышали, так понятно, что потом начинают писать все такие вещи, потому что, ну, я думаю, мозги от этого просто клинят. Вот, поэтому я все-таки надеюсь, что здесь, друзья, у нас собираются люди, которые уже в проекте, которые понимают, что такое Skyway, которые понимают именно и широту, и возможности, и в том, в чем вы участвуете, потому что без подготовки слушать о том, о чем говорил сейчас Алексей, друзья, это просто, ну, невозможно. Вот, поэтому я так, ну, несколько абстрагируюсь, и я понимаю, когда мне там один, помните, я когда сказал, что давайте тролля, я вас буду приглашать на вебинар, приходите. Вот, и мне там один, два дня просто с матами писал, что оказывается основная проблема в том, что я говорю с точки зрения футурологии будущего, что не может быть, это что из своего дома, где-нибудь в Воронежской области, в Париж, в своих тапочках попасть невозможно. На что я посмеялся, я в прошлый раз давал ответ, я говорю, ну, ладно, я, в принципе, тут мы с Юницким тоже спорим, потому что Юницкий тоже говорит, тапочки это надо босиком. Я говорю, ладно, согласен, я будем снимать тапочки, будем в Париж босиком ездить. Вот, после этого что-то он перестал мне там писать. Вот, ну, оказывается, что вот с точки зрения футурологии я очень сильно задеваю чувства людей, которые живут в реальности, они говорят о том, что в тапочках в Париж нельзя. Мне так и тянет, ну, то есть с такими людьми в дискуссию вступать бесполезно, но так и хочу сказать, что, друзья, я в 86-м году, когда писал первую курсовую работу в институте, это Киевский институт инженеров в гражданской авиации, я был на третьей специальности, это электрооборудование самолета. И, соответственно, мне задали, ну, первая курсовая была «Транспорт будущего». То есть тоже представляете, какое совпадение. Я тут недавно ее нашел, перечитал, прям, какие умные вещи, я там написал в 86-м году. Вот, и я проанализировал все виды транспорта, то есть, естественно, пришел в аптеку, заказал статьи, получил статьи, потом их выписал, написал реферат. Ну, вот, и там, вот, последние строки, что сегодня это будет не магнитный подвес, не скоростная дорога, не автомобильная дорога, не самолет, а тот концепт транспорта, он еще, как бы, пока не предложен. Вот, и буквально спустя, это был 86-й год, спустя 14 лет я познакомился с Юницким, он мне предложил как раз вот концепт, и с этого момента мне стало понятно, что же все-таки имелось в виду транспорт будущего. Так вот, друзья, я задаю вопрос, для того, чтобы получить информацию, надо было идти в библиотеку. Сейчас всем студентам, молодым людям, которые сегодня, я могу сказать, вот сейчас, чтобы получать информацию, кому-нибудь придет в голову пойти в библиотеку, друзья, вот максимум, что у вас придет в голову, это открыть ноутбук или это самое, и обратиться, как говорят сейчас, звонок другу, то есть обратиться, загуглиться и получить ответ на любой вопрос. Это, друзья, ответы на все вопросы. Я в 86-м году, то есть, друзья, всего 30 лет назад, я даже не мог предположить, что есть система, которая позволит давать информацию, не отрываясь со своего стула. Просто. Так вот, друзья, сейчас, когда мы всегда говорим, мир за последние 20 лет изменился радикально, так вот, за ближайшие 10-15 лет мир изменится еще более радикально. И если интернет изменил мир в том плане, что вы открыли компьютер, нажали на кнопку, и вы в информационном пространстве, вы получаете информацию, так вот, сейчас пришел Транснет, пришли струнные технологии, пришел Скайвей, и, соответственно, вы, сказав своего Юнику, что вы хотите в Париж, соответственно, не снимая своих тапочек, не вставая со своего стула, вы со скоростью сначала 500 км в час, потом 1200 км в час, вы будете перемещаться в Нью-Йорк, в Лондон, в Париж, куда хотите, при этом вы будете работать на своем компьютере, вы будете находиться в своем пространстве, будете заниматься спортом, вы будете одновременно учиться, лечиться, и еще много-много-много чего. Вот это, друзья, как раз то, что, так, перископ, вот, соответственно, это то, что нас ожидает, это как раз то, к чему мы сейчас подошли, а мы, та команда и та компания, которая не просто знает о том, что будет, а мы это делаем, вас зовем, и, соответственно, друзья, традиционный вопрос, который говорит, хотели бы вы одновременно Apple, Google, Microsoft, Facebook, Dell, ВКонтакте, ну, еще чему-нибудь вместе взятые. Соответственно, наша вам рекомендация, приходите в Skyway, вот, если вы сомневаетесь, потому что здесь, друзья, у меня есть личный опыт, я всегда им делюсь, и мне нисколько не стыдно этого говорить, что я в 92-м году был знаком с одним из основателей Google, вот, я общался, я был знаком с Сергеем Брином, еще рядом командой, как Украина переехала в Москву, пытаясь найти инвестиции, а потом уехали в Америку, я честно могу сказать, когда они мне рассказывали, что такое облачное программирование, что такое обработка данных, что такое вообще информационное поле, я даже не мог понять, о чем они мне говорят, просто не мог понять, поэтому, естественно, друзья, что в 92-м году я не стал акционером Google, я не стал вкладывать деньги, почему, ну, сказать, жалею, сейчас не жалею, это ни о чем не сказать, я не понимал, что это такое, поэтому нельзя вкладывать деньги, куда не понимаешь, также, еще могу привести пример, там, около 8 лет назад, где-то, чего мне предлагали инвестировать и купить 10 тысяч биткоинов, вот, они тогда стоили по цене меньше доллара, причем, и деньги у меня тогда были, и никаких проблем, но, я не понимал, что такое криптовалюта, и сегодня, если бы я инвестировал тогда и купил 10 тысяч биткоинов, сегодня это бы стоило где-то 72 миллиона долларов, то есть, меньше 10 лет назад, я не инвестировал, причем, друзья, у меня были эти деньги, ни в чем проблема, так сказать, просто я не понимал, что такое инвестировать в криптовалюту, я не понимал, что такое блокчейн, я не понимал, что такое новая электронная система оборотов. Сегодня, когда я понимаю, но сегодня уже никто не предлагает вкладывать по такой цене. Сегодня биткоин там стоит то 640, то 700 долларов за один биткоин. Поэтому сегодня уже многие желающие, которые туда хотят вкладываться. Поэтому это, друзья, много примеров, которые сейчас вот идут. Еще я очень много приводил примеров, и этот человек приедет к нам на Экотехнопарк, ну не знаю, там согласится ему дать интервью. Это человек, которому предлагали купить сначала Яндекс, то есть ему предлагали инвестировать, и он мог стать за небольшую сумму на 2 третих владельцем Яндекса, но он не согласился. И он говорит, я бы мог сегодня иметь 4 миллиарда долларов, инвестировав несколько сот тысяч, там, ну сколько там, тоже 92-93 год, там, 20 лет назад. Соответственно, потом мы ему предлагали войти в Skyway, инвестировать несколько десятков миллионов долларов, и тоже стать стратегическим партнером. Он тоже отказался. Вот. Поэтому это тоже, друзья, примеры, которые уже идут из нашей жизни. И на сегодняшний момент мы не можем гарантировать, что те инвестиции, те акции, которые вы сейчас приобретаете, что они будут стоить там через год, там, номинал, через два, там, в 10 раз. Это, друзья, покажет только время. Это бенчурный проект. Здесь очень много сегодня факторов, аспектов, которые от нас не зависят. То, что зависит сегодня от инженера Юницкого, он показывает, снимает, он решает технологические проблемы, он показывает, что технология существует. То, что работает, зависит от краудинвестинга, от системы директоров, от организации системы. Мы это тоже делаем, и это работает, и мы показываем, что это возможно. Но есть куча факторов, друзья, что в Беларуси, что в России, что во всем мире, на которые мы сегодня повлиять не можем, и никто не может повлиять. Поэтому мы говорим, что это бенчурный проект, это очень сложный проект, и мы для этого проводим много конференций, мы проводим много вебинаров, у нас каждый день в системе посмотреть идут обучения, для того, чтобы донести информацию, чтобы вы принимали решения. А мы, соответственно, со своей стороны гарантируем только одно, что будут постепенно сниматься все технологические риски, что будут сниматься вопросы организационные, связанные с запуском адресных проектов, и интерес к Skyway будет постоянно увеличиваться, постоянно расти. Поэтому, друзья, из тех, кто тут пишет, что мало новостей, что-то стало в последнее время, ну, я не знаю, друзья, если у вас мало новостей, то смотрите репортажи YouTube, как говорит Михаил Кириченко, и у вас все будет хорошо, потому что новости идут постоянным потоком. Значит, 26-го у нас телемост, соответственно, весь директорский состав будет вам показывать отчет за то, что проделано, и подготовку к 29-му ноября, то есть мы расскажем свое видение. Потом у нас будет 3-го декабря, это уже по прошествию начала демонстрации, то есть там часть наших директоров будет на этой демонстрации, часть будет также следить по репортажам. Соответственно, с 3-го декабря начинается транспортная неделя в Москве, вот, там вся наша команда обязательно будет представлена, будет Виктор Бабурин, будет Алексей Суходоев, я буду, вот, там планируется встреча и с министром транспорта, и с замминистра транспорта, вот, будет кто-то еще из верхнего руководства, кто мы пока сказать не можем, там будет вот очень хорошо представлен Стейн, Скайвей, с этого, как всегда, как друзья с Берлина, как друзья с это сам, поэтому это тоже будет с 3-го по 2-е декабря, вот, соответственно, тоже будет очень много интересных гостей, много интересных репортажей, вот, и 3-го декабря у нас будет итоговый телемост по и началу демонстрации, и транспортная неделя в Москве, вот, поэтому, если сказать, что ничего не происходит, и кто будет на этой транспорте, я же вам не буду сейчас называть и произносить, смотрите сами, репортажи будут, то есть, транспортная неделя в Беларуси, помните, были и все вице-премьеры, и министры транспорта, энергетики, экологии, сельского хозяйства, кого там только, вот, соответственно, вот, примерно в таком же составе будет в Москве, а с учетом того, что, друзья, еще очень интересная закономерность, что 29-го начинается технологические прогоны, то есть, когда мы показываем, что технология существует, от 30-го и, соответственно, 30-го числа начинается транспортная неделя, то есть, на следующий день Виктор Бабурин, который прямо с Марьиной горки приедет в гостиный двор, где будет стоять рядом с экраном, и, как всегда, с меланхоличным видом, очень так спокойно говорит, что, вот, друзья, вот это ездит, и я вчера приехал с Марьиной горки, которая, вот, показывает, вот это все не просто, друзья, картинки, а это все ездит, существует. Вообще-то, мы тоже скорость 1250 км в час, как Илон Маск, вам покажем. Но только мы прототипы, действующие образцы уже показываем в поле, а все остальные нам пока показывают только сказки. Ну вот, друзья, я думаю, что на этой ноте, то есть, вся неделя у нас теперь пройдет, уже смотрите за репортажами, когда мы будем показывать интервью, показывать инвесторов, будем показывать делегации, которые будут на этой, ну, начиная с воскресенья в Беларуси, потом следите за новостями уже с транспортной недели в Москве. Вот, я вам сразу могу сказать, будет несколько очень интересных и встреч, и очень интересных репортажей. Вы сразу увидите, поймете, о чем я имел в виду. Вот, и я все-таки надеюсь, что после завершения транспортной недели я смогу сказать, что в России отношение к Skyway и к струнным технологиям тоже что-то изменилось. Пока я такого сказать не могу. Пока мы работаем со 108 странами мира, пока мы рассматриваем адресные проекты везде, во многих странах, но только не в России. Вот, и я надеюсь, что со временем, ближайшим временем это тоже изменится. Алексей, а вот помнишь, у нас был репортаж Райкина, вот где мы нашли, где он рассказывал про вот эти инновации в сфере и транспорта, и перемещения, вообще выработки электроэнергии. Вот я сейчас что-то сунулся и не нашел этот репортаж. Вот если бы его в конце было поставить, было бы, наверное, просто замечательно. Но если нет, то, друзья, мы его к следующему обязательно найдем. Это репортаж и интервью с Аркадием Райкиным, вот кто помнит, был такой замечательный артист. И он как раз сделал предтече, сделал анонс нашего юнибайка. Мне недавно это прислали, я с удовольствием это пересмотрел, но сейчас вот хотел поставить, но не нашел эту ссылку. Значит, сейчас мы вам покажем. Ну вот, друзья, давайте, у нас впереди очень важная неделя. Алексей прилетает в Москву в субботу, мы с ним в субботу отрабатываем здесь, в Москве. Вечером выезжаем в Минск и, начиная вот воскресенье, понедельник, вторник, мы работаем с партнерами, с делегациями, работаем в Минске на Марьиной Горке. Именно с началом уже, имея за спиной, то есть у нас-то, друзья, ничего не меняется. Просто уже за спиной, когда действует действующий образец, то мы всегда начинаем обсуждать планы на будущее, показывая, что сделали. Потом мы все переместимся в Москву на транспортную неделю. Вот, здесь будет тоже очень много. Следующий вебинар, среда, друзья, следите за объявлениями, потому что это как раз начало недели здесь. Мы, конечно, с Алексеем, как всегда, пытаемся совместить, не важно где, не важно как, но провести вебинары. Вот, но обстоятельства, к сожалению, вот как сегодня днем, когда отключили свет даже не у меня дома, а у провайдера, наш младший брат интернет на этом кончился. И, к сожалению, я слушал по мобильному телефону, но не мог уже выйти в эфир. Но, я надеюсь, вечером мы с Алексеем отработали для вас по полной программе. Все, у кого вопросы были, показали все новости, показали. Поэтому, друзья, это очень интересное время для того, чтобы именно приводить крупных инвесторов. Отработанность и по демонстрации 29-го, друзья, это начало первой демонстрации, но это не окончание, потому что уже делегации сейчас формируются на декабрь, на 14 декабря, потом на где-то 15-20 января, потом на февраль. И эта работа у нас будет постоянно, поэтому, если у вас есть интерес, есть знакомые, есть партнеры, есть чиновники, давайте сформировать график, давайте подключаться к какого рода таких делегаций, потому что каждый будет одна делегация. Там в январе приедет правительственная делегация Инди. Вот сейчас в этот раз будет правительственная делегация Филиппин, которая полностью меняет транспортные концепты, развитие страны, исходя из возможностей SkyWay. Об этом мы с вами рассказывали, как все это произошло на Берлине, на Трансе и на Трансе. Поэтому, друзья, эта работа набирает обороты, и она будет дальше двигаться. И, естественно, что следующее такое массовое крупное событие, друзья, к которому мы будем все готовиться, это уже конец апреля, это наш SkyWay-фестиваль, когда более трех тысяч уже заявок, друзья, мы соберемся в Марьиной горке, там будут обязательно парашютисты, там будут обязательно вертолетчики, там будет очень много еще чего интересного. Поэтому, друзья, это уже будет наш общий праздник, к тому времени уже много что будет показано, сделано. Там будет наш любимый ЗИЛ, 131-й, который приедет из озер с приветом из прошлого. Так что, друзья, будем уже готовиться для того, чтобы действительно это нашим праздником, действительно нашей победой, действительно тому, что когда можно будет стоять с тем, рядом с тем, что мы с вами сделали, фотографии, с чего мы с вами начинали. Вот поэтому, друзья, это серьезная и очень интересная работа, которую мы с вами сделаем. И никто, друзья, от нас эту работу не сделает. Поэтому на этом мы с вами прощаемся. Давайте до телемоста 26 в 12 часов, как всегда. Ждем вас, там будет сразу, скажем, несколько сюрпризов, вы увидите что-то интересное. А иначе зачем все это проводить? Строй SkyWay, спасай планету! Строй SkyWay, спасай планету. Спасибо.